КИНОЛОГИ Да ты что Скажи, мне вот интересно, к обоим фильмам Или только к одному Потому что у меня к одному как бы есть Но я его скидываю на время А ко второму я вот не знаю Насколько они субъективны или объективны Очень сложно говорить Загадками с тобой Ладно, решим Решим на месте Тогда Окей, что у нас Есть, у нас сегодня Два кино Которое идёт в кино Два кино, которое уже Лет 30 как не идёт в кино, как минимум Ну кстати нет Одно из них В ремастеровскую версию в 2001 году прокатывали И в 12-м по-моему Или этот Нет, в 12-м по-моему Метрополис ещё прокатывали Ну может и Но неважно, да Да, пара новостей Ещё к тому до кучи И что? Да и всё И всё И ваш вопросик И ваш вопросик Такая программа Да Да, ну давайте По традиции С новостей Потерянуть сегодня Вообще не могу Чё я здесь делал? Выдыхай, выдыхай Спокойся Так Давай Всё по новостям Да Давай Мне кажется Мне кажется не новости Мне кажется Сейчас весь интернет обсуждает Только фильм Free Guy Ну давай с трейлеров начнём Это тоже часть новостей Который у нас хорошо перевели И назвали главный герой Ну ты знаешь Если ты почитаешь комментарий У нас в группе Всё-таки Ооо Опять надмозги Не перевели правильно Перевели как-то это Я тоже не понял Почему Такое бурление Среди Диванных переводчиков Потому что Мне кажется Вполне адекватное название Соизмеримо С тем Что происходит в трейлере Да Правильное слово Соизмеримо То есть Я бы Я не знаю Макс Объясни мне идиому Free Guy Есть какая-то идиома Вообще Или нет Понятия не имею Я первый раз Сегодня увидел Это название Единственное Что я могу сказать Что раньше Вот он был НПС А теперь он освободился Теперь он Free Guy Но типа Это ни с играми Ни с чем Особо не пересекается Единственное Я помню Что по-моему Этот Видеоигровой задворот Говорил Что некоторые Называют Continue Free Guy Но типа Тоже Я У меня такое ощущение Что это вообще Какая-то Такая Легкая отсылочка К Free Man Только Guy Ну я ее Только вообще Не вижу А так да Ну то есть Кроме слова Free Там ничего Вообще не пересекается Мне кажется Ну Free Man И Free Guy Что не пересекается Ничего другого Ничего другого Не пересекается Правильно Не ну в смысле Это Все равно Отсылка к видеоиграм В самом случае Когда я забиваю Free Guy Мининг В Google Мне первым Выдает Free Man Но я не знаю Я говорю Я вообще Первый раз Сегодня увидел Этот трейлер И Я что-то кекнул Ну не удивительно Потому что он вышел Вчера Его все увидели Первый раз Да Кекнул Рассказывай Вот Но это было Ну как-то Очень странно У меня такое ощущение Сначала было Что Короче Это просто Лего фильм Пересняли Я еще даже Сначала забыл Что В лего фильме Озвучивает же Крис Прэд По-моему Главного героя Да А я почему-то Ну Нет Стоп Крис Прав А да Крис Прав Да точно А мне почему-то Сначала показалось Что Райан Рейнольдс Я думаю Серьезно Ты сначала Озвучил Лего фильм А теперь Вы сняли Лего фильм Вот Но потом Все встало На свои места И Димон У тебя донаты Открыты Я так чисто Чисто просто Чисто спросить Да А еще говорят Что у кого-то Идет дождь Поэтому возможно Твой бесшумный Вентилятор Не бесшумный Я тоже не слышу Я кстати тоже не слышу Но народ прям пишет У кого-то Давай попробуем Ооо Ну фиг знает Да ладно Не так важно У нас есть замечательная Музыкальная тема Которую слышу Да ребят Я только проснулся Поэтому мне еще Надо будет немножко Разогнаться Фрегай меня разогнал Я посмотрел трейлер И прям такой Типа Воу Да это выглядит Как Ну такая Некая Веселая версия Первому игроку Приготовиться Который я очень ждал Но в итоге Фильм меня больше Разочаровал А здесь Ну не знаю Выглядит очень красочно Сочно И Вроде как С более-менее Пониманием дела Вообще Что такое Игровая индустрия А не как вот Первому игроку Приготовиться Поэтому я Я прям заинтригован Мне понравилось Ну вообще Мне кажется Это знаете Как было В одно время Что первый адреналин Называли Экранизацией GTA Так мне кажется Что вот это Экранизация GTA Online Хотя многие пишут Что ой Fortnite Но тут конечно Гораздо больше GTA Online То есть там И банки Там и Всякие вот эти Автомобили И даже гараж По-моему Героев И все вот это Оно вполне Ну и в принципе Безумие Которое творится Оно только Стилистически Немножко похоже На Fortnite Так это конечно Чистая GTA Что Забавно Уже второй раз Получается В обход Лицензии Делают Экранизацию GTA В каком-то смысле В целом Вам Фильм-то понравился Просто мне Я еще не смотрел Может быть Это проклятие Райана Рейнольдса Но почему-то У меня его появление В кадре Всегда ассоциируется С какой-то Второсорчиной Я не знаю У меня он до сих пор В голове не является Актером большого кино И вот я смотрю на Джуманджи Такой О, скала Трипл-А блокбастер Такой Нормально Смотрю Рейнольдс Ну Они пытаются Сделать Вид Что это Трипл-А блокбастер Как-то вот Блин Хотя казалось бы Одного пошиба Вообще Фильмы Абсолютно Но у меня Не укладывается в голове Что это Как бы Может быть Хорошо И состоять Знаешь Меня скорее Немножечко Графика смутила Она слишком Такая мультяшная Что дает Немножечко Малобюджетность Этой графики Какой ты дурак Оп Твою Извините Я не могу Говорить Когда этот Донат играет Вот И Поэтому Вот в эту сторону У меня есть подозрение Что фильм Не такой Высокобюджетный Не будет там Чего-то Прям Яркого Красивого Но Как бы Концепция Мне нравится У нас Многие вспомнили Что была такая Машинима Неигровой персонаж Солод Наверняка Помнит Он переводил ее И озвучивал Вот И Она была Помнит Прикольной Если Они смогут Нормально Простебать Какие-то Игровые штампы Мне будет весело А если это будет Ну Обычный Какой-то Юморной Рейнольдский Фильм Только в стилистике Игр Ну Будет проходниковое Что-то Что за ше Я не понимаю Вот да Говорят Про дождь Мне кажется Это не вентилятор Возможно Это слишком Чувствительный микрофон Улавливает ноутбук Сейчас я буду С этим ковыряться Ну Слушай Я ничего не слышу Не от меня же У меня Ну шумит Немножко Комп Ну извините Ну не У меня вроде Ничего не поменялось Возможно Это уменьш В соседней комнате Сейчас пойду Пойду найду дождь Там буря Гроза В соседней комнате Давай попробую Просто стать тише Там соседняя комната Она в соседней стране Уже Где-то рядом Да В Монголии Вот так пока что Сделаю А там Я вроде потише Должен стать Должен меньше ловить Всякого говна Я перекрыл Все что могло шуметь Все что отличается От обычного Моего Времопепровождения Вот так что Что Ну ладно Новости Какие-то были Значительные Значимые У нас еще и трейлеры были Какие еще важные Так Ну Черная вдова Я не стал смотреть Ты знаешь Я просто Я ненавижу Йоханссон Я не знаю Что со мной не так По-моему Она вообще не заслуживает Всего того Что у нее есть Особенно Она никакая Совершенно в образе Чертной вдовы Пусть горит в аду И я даже смотреть не стал Я покекал с того Что там нашли много Отсылок И трейлер МГС И все И пока Ну да И забавно Что это получилось Какой-то Мини-скандал Хотя уж Кто-кто Акадзим Это любит Заимствовать Все на свете Поэтому Тут как бы Обратная ситуация Но я тоже не смотрел Просто потому Что это Марвел А я Марвел не смотрю Уже хрен знает Сколько времени Так что Хрень какая-то полная Вообще не понравилось К Йоханссону отношусь нейтрально Но Ну не знаю Вообще Короче Не цепляет И вот эта новая фаза Я вообще не знаю Что они с ней будут делать И как они собираются Цеплять народ Потому что По-моему Ну всех самых клевых Они уже как Подиспользовали И слили В первой Этой десятилетней фазе И Что сейчас будет Вообще Мне непонятно И смотреть не хочется Уж не знаю Перенасыщение комиксами Или просто Вот действительно Остались какие-то Совсем левые персонажи Слушай Ну то есть Фильм про Локи Может посмотрю И все Я тоже так думал Пока мне не показали Стражей Галактики То есть Когда мне показали Стражей Галактики Я такой Чё за говно Типа у вас Все Вот больше ничего Хорошего нету Потом бах Принесли Хорошие фильмы Спасибо Я думаю Что то Что кажется Совершенно неинтересным И интригующим Может таковым Стать к релизу Но не Черная вдова Она пусть катится Я посмотрю Настоящее Шпионское кино Оп Плавно перевел Тему Плавно Ну и продолжай Я В настороженности Касательно Нового трейлера Бонда Потому что Мне все еще Очень не нравится Слитый синопсис Мне очень не нравится Подход С которым делают Этот фильм Но Крейг Все еще смотрится Молодцом И все еще Они делают ставку На тот же характер Спецэффектов Что и сколько Десять лет назад Уже получается В казино Рояль Если не больше Сколько Господи Когда думаешь В казино Рояль Вот они Беру Они все еще Берут Такими же Практическими Спецэффектами И на ютубе Уже можно Найти сцену Где Чуваки Просто На мобильник Сняли Как каскадеры Прыгали Вот этот прыжок На лестнице Невероятно Его реально Сделали Он реально Настоящий На трейлере Есть сопоставление Того и другого Вот Но Смотрится нормально То есть Я ожидал Гораздо худшего Я ожидал Кого-то вообще Кошмара Пока Ну просто Ему приплели Бесполезного Сайдкика Ну ладно Сайдкик Черная женщина Бог с ним Переживем В остальном Хотя бы Визуально Филипп Пока что Держит Хотя Пустя Кажута Комиксы Какие-то Черная Вдова И черная Да И черная Женщина Я не знаю Мне честно говоря Понравился Мне добавить нечего Если честно Ну то есть Понравился Да Ну А ну Васян Тебе как Мне понравился Но типа За рамками того Что клевые трюки Все остальное Типа Ну бонд Ребят Вы без дела Не пишите Да Не пугайте меня Потому что я начинаю Анализировать Нет Все 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 в рамках Закона Все было В рамках Закона Да И нисколько Я Ладно Давайте Не будем А то я сейчас Где-нибудь Оговорюсь Да Не развивай тему Да Я просто хочу сказать Что как бы у меня Нет никаких проблем Вообще Пока что Вот я смотрю И все Ок Но мне не нравится Сам подход С которым они Начали это делать Потому что Сколько я знаю Нанимался Специальный Дополнительный Сценарист Чтобы вводить Дополнительные Сюжетные линии И это уже Сомнительная Какая-то история Плюс Меня очень Напрягает Последний Фильм Бондианы Ой Не соврать бы Кто Как он назывался Спектр 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 Да Я ненавижу Спектр Я тоже Таком говнище Но у них же Через фильм Обычно получается Поэтому этот должен По статистике Быть нормальным Как минимум Если так То хорошо Но Вот Напрягает Пока Сейчас я посмотрю Ну там в целом Напрягали Все эти Терки С тем Что Не хочет Больше сниматься Крейг И отказывался Уже А тут вроде То ли уломали То ли заставили То ли еще что-то Нездоровая обстановка На съемочной площадке Явно И за кадром Видимо тоже С этими Всеми Переписываниями И прочим Плюс им же надо У них сейчас Задача Ну Крейга-то все-таки Уже Сместить И подвести К новому Персонажу И фиг знает Вот как они будут Ну в смысле Не Уже по трейлеру Вроде понятно Чего они придумали Сделать Не просто вот Перезапуск А он будет Перетекать Вроде как В следующий В следующую Бондиану Ну Вроде Или поправьте меня Если я не прав Да все правильно Софтерпут должен быть Вот Поэтому Ожидания от них Конечно большие Может поэтому Переписывают Чтобы все-таки Не облажаться Сам факт Переписывания Пугает Но Плюс ты говоришь Что слитый Синопсис Я не читал Ничего Ничего не знаю Там все плохо Там Там Хитман Нет Слитый Синопсис Как раз Он Скопировал Просто трейлер Слили именно Идею То есть Все было Кто будет Бондом Что случится Вообще И что там За сценариста Позвали И зачем И синопсис Как раз Заключался в том Что Теперь у нас Новый Ну как он Дабл Оу Эджент Называется И Это будет Дама Такая Такая Вся Сигала Я просто Как по минному полю Сейчас такое Пробираюсь Это Это будет Дама Вот у нас есть Сменяемые Скажем так Два культовых Персонажа Это Джеймс Бонд И доктор Кто И вот доктора Кто тоже Сменили на даму И что-то Как-то Не пошло Вопрос Пойдет ли здесь Огромная Огромная Разница В том Что Сменили Шоураннера С блестящего Гениального Великолепного Моффата Кто бы там Что про него Не говорил У него есть проблемы Но он велик На мой взгляд Сухо Сериологи Этот глупый Свин не понимает Месту Девочки Зайки Макс Можно в будущем Писать название Просто как Девочка Зайка 13 серий По 25 минут Плюс фильм На полтора часа Есть еще Пять коротких 8-минутных Спешилов Но он вообще В виде радиопостановок Так что Левать Нет Нельзя Я буду писать целиком Мне так удобнее Да Хорошо Спасибо большое Сухо Волчвицы И за И за Большое Спасибо Да Так вот Сама Да вот Это на самом деле Норм Сценарий Говно Потому что Шоураннер Говно И ничего Не понимает И здесь Огромная разница С тем Что пришел Мой лапочка Любимочка Фукунага Который по моему Вообще Главный Фильмейкер На планете Внезапно Осталых два Как-то Шазел Был до этого А теперь Опа Фукунага Когда стало понятно Что Настоящий детектив Не был оговоркой А у чувака Теперь есть еще Маньяк И еще Оно Ясно Что как бы Успех первого Первой части Оно полностью От Фукунаги Зависим В конечном итоге Потому что Во второй Без него все Рассыпалось К черту И теперь Он снимает Бонда И я думаю Что вот этот Чувак Он мне уже Пять раз Доказал Насколько он Хорош По поводу Нового Бонда Как-то вопросов Не возникает Вопрос про Следующих Бондов Скорее После этого Софт Перезапуска Что случится Если там Будет продолжать Фукунага То да А если нет То Пойдет Конечно Да Вот у него Говорят еще Безродные звери Отличные Их я просто К сожалению Не смотрел Пока Но рано Или поздно Я думаю Вашими же силами Доберемся Вот Да Про будущих Бондов Но как бы Когда Как мы долго Про него разговариваем Когда Крейг уйдет Для меня Лично кончится Эпоха Потому что Я с Бондом Буквально Я не знаю Я вот с первым Фильмом Как я полюбил его Посмотрел Четыре раза подряд Казино Рояль Так я с Крейгом И остался Навсегда А до этого Пирса Бросан Я особо не любил Именно из-за Крейга Я пересмотрел Потом всю Бондиану Все фильмы Абсолютно Это как бы Для меня Это как Шон Коннери Уйдет Потому что Чувак конечно Жился Справился Ему повезло С режиссерами И сценариями Пирса Бросан Там И сам он актер Такой Не особо И плюс Там конечно Тоже фильмы Не самые выдающиеся Получились По-моему Мне только Этот Золотой глаз Понравился Остальные были Ну такое Особенно Умрина не сейчас С его спецэффектами Замечательными Которые просто В палату меры весов Отвратительности Можно ставить Там отдельная Да История Про Пирса Бросан Ну у Броснана Это отдельный Нужно делать разговор Про Бондиану В этом смысле Мне кажется Что Броснан Как раз Бонд Классический Лучший Из всех Лучше Вот всех Всех Потому что У него знаешь Есть такой Как это описать Это лучше Такой Ироничный Английский Прищур То есть Крейг Все-таки он Герой боевика И фильмы Действительно Хорошие Взрослые Крепкие боевики Шон Коннери Просто весь Такой из себя Как бы царь Во дворца Ну конечно же Да Но тем не менее И только Пирс Броснан Он знаешь У него все время Такое лицо Как будто Я понимаю В чем я снимаюсь Вот такое И вот Тоненько Смешно И как раз Учитывая Что Бондиана Задумывалась Как ауто-пародия Там на жанр И все остальное Он мне кажется Лучше Предлагаю Предлагаю Не топтаться На этом Дольше Потому что У вас еще Много Ну вообще Кстати Было бы угарно Если бы Они всех Патролили И следующим Агентом Станет Какая-нибудь Ана-де-Армас Или Лея Сейду Или Норман Ридус Или Норман Ридус Да Или сразу Кодзима Че уж По новостям Зак Снайдер Опубликовал Бутерброды Бесконечный Ужас Возникает Когда Остатки Экскрементов Возвращаются Из иного Измерения Кинагит Извращенца Спасибо Байтит Так байтит Я прям Не могу Это Интрижечка Так Да Зак Снайдер Опубликовал Фото Режиссерской Версии Лиги Справедливости Чтобы доказать Что она Существует Ну то есть На бобины Наклеил Наклеечки Ну Он утверждает Он Ну не просто Выставил фотку Там он И написал Меня достало Что люди Не верят Она Существует И Даже С кем-то Там еще Общались И вроде Как она Действительно Даже выйдет Но вопрос Завершенный Ли это Кат Вообще Ну то есть Сделаны Там все Постпроцесс Все Спецэффекты И так далее Цветокоры Я думаю Что если ее выпустят То она нормальная Должна быть Ну Странно будет Выпускать на зеленке Что-то Ну тут Как бы У DC Есть Вообще-то Свой Этот DC Universe Online Какой-то Или как он там Назовывает Какой-то их Короче Стриминговый Сервис Где есть Только DC Вот Не знаю Кому он там Сильно нужен Но вот Есть такой Если уж Выпускать То только там Мне кажется Второй прокат Слишком дорого Делать Знаешь Что я боюсь Я боюсь Что Вот Что она Стань Не лучше Вот есть такая штука Как презумпция Ума Пока ты точно Не знаешь Что кто-то Идиот Не надо думать Что он идиот То есть Возможно Он просто Гораздо умнее Тебя И ты что-то Не учитываешь Там контекст Или ситуация Или что еще Но в данном Случае Мне придется Ее нарушить Эту презумпцию Ума И вот Я очень боюсь Что эти люди Просто идиоты И они такие Блин Ну Джокер-то Собрал Джокер-то Вот жесткий Собрал Может мы Не правы Были Давайте Релизнем Все Так То есть Как бы Абсолютно Ни из той Логики Ни из тех Побуждений Они могут Его Возможно Релиз Допускаю Такую вероятность Теперь Скажем Если действительно Она есть И мы принимаем За факт Что он Не врет Ну да Я говорю Там просто Какой-то Человек У него Напрямую Спросили Он говорит Ребята Пока Обсуждать Не могу И вот Это Ну такое Косвенное Подтверждение Что что-то Наверное Все-таки Грядет Второй прокат Я не верю Во второй прокат Вряд ли Он вообще В кино Как-то Попадет Я думаю Это Стрейк 2 Blu-ray Но У них Стриминговый Сервис Есть Я думаю Туда Он пойдет Ну и Стриминговый Сервис Хоть Кто-то Чтобы О нем Узнал Кроме Меня Ну вот Да Так что Как вариант Вполне Может быть Будем Ждать Но Я буду Смотреть Только Если Скажу Что Он Того Стоит Я Не знаю Я Скорее Прочитаю Статью Об Изменениях Ну Тоже Варенда На ютубе Посмотрим Разборчик Маленький Тут Еще Нам Вбросили Прям В чатик Что Мадмакса Нового Миллер Будет снимать В двадцатом Кажется Году Да Он про это Говорил Ну Хорошо Будет И будет Посмотрим Ну да Здесь пока Обсуждать В целом То и нечего Так Тизер Черной вдовы Обвинили В плагиоте Третьей МГС Это мы Немножко Затронули Коснулись Этой темы Так Продюсер Алиты Попросил фанатов Писать петиции В дисней О выпуске Второй части И петиции Напомню что Алита Но Напомню что Алита Денег не собрала И там студия Хорошо если в ноль Ушла А то и в минус Но при этом Фильм явно Намекал на продолжение А Кэмерон Который там Продюсером Каким то Значит Вообще Планировал трилогию Поэтому Ну очевидно что Что-то Хотели Но пока Непонятно И вот Родригес Сказал Закидывайте Дисней Если они увидят Спрос То может быть Что-то будет Ну такое Если закидываете Типа Дисней Я думаю Его просто достало Что его закидывают Он сказал Закидывайте Дисней Ну если только так Потому что Ну поведение Такое немножко Ну ты снял Фильм не собрал Че ты теперь Вот будешь Пытаешься Там какую-то волну Нагнать Да Я согласен Фильм Объективно Ну заслуживает Того Чтоб не быть продолженным Я так сказал У него есть Сильные стороны Но он Самым главным Обсирается В истории Поэтому Ну кому Надо Да Ну и последнее Новость Которую Прислал нам Айси Рэй На ютубе Вышел Фанатский фильм Спустя полвека Поэзии По вселенной Ведьмака Вышел Я не видел Никто не смотрел Хорошо что Выпустили Фанаты Пускай Если им это нравится Пускай занимаются Хорошо что у Ведьмака есть фанаты Да Возможно даже Умеющие снимать Но мы не в курсе Не видели А давайте Теперь поговорим О тех Кто точно умеет снимать И то что мы Точно Видели А именно То что мы Смотрели В кино На этой неделе Сходили в кино Сегодня у нас Два можно сказать Исторических Фильма В каком то смысле Вот Один исторический Даже в двух Ипостасиях Потому что Во первых Рассказывает о прошлом Во вторых Должен был выйти Еще в 2017 году И лежал на полке Два с лишним года Вот Ты не можешь Воспроизвести Историю Что с ним Именно сломалось С ним сломался Вайнштейн Насколько я знаю То есть Что Он был продюсером По-моему Если я ничего не путаю Его обвинили Как раз В сексуальных Домогательствах И Война токов Должна была Вот-вот Выходить Она была Уже Полностью Снята Ну Практически То есть Там оставался Пост-продакшн Какой-то И ее Поэтому Положили На полку Ну Видимо Как вот Взяли и Вычеркнули Кевина Спейси Из всех денег Мира Так вот Решили А тут Поскольку Не вычеркнуть Блин Никак Вайнштейна Решили Просто Отложить Запуск И Насколько я знаю Вот То Чтобы фильм Вышел Его доделывали По-моему Скорсезе И Бекмамбетов Что забавно И в титрах Они есть Оба И Скорсезе И Бекмамбетов Кстати Бекмамбетов Изначально Нет Ну в смысле Изначально Да А Изначально Даже был С 2012 Года Его компания Купила сценарий Я уж не знаю Что там Потом Вайнштейн То есть Бекмамбетов Как раз С этой историей С самого начала Вот Ну Вот так Потом еще Видимо По крайней мере Была инфа Что заканчивали Вот Бекмамбетов Скорсезе Не знаю Там вместе Сидели Или порознь Так или иначе В общем-то Это что у нас Эта история У нас Электрификация Америки От От одного Ее конца До другого Фактически Где Эдисон И Господи Фамилию И второй чувак Которых вы никогда Не знаете И не вспомните Его фамилию Вест Хаус Или как он там Вестингауз Вестингауз Да Ну вот Пытались продвигать Электричество в Америке Каждый свое И Плюс еще там Тесла Немножечко Помогал Сперва одному Потом Причем Я так горел Реально Если Ты Хоть чуть-чуть Не разбираешься В электронике Для тебя Типа интрига Кто выиграл Потому что С самого начала Эдисон такой Я За постоянный ток А этот Вестингауз А у меня будет Переменный И я такой Спойлер Просто охереть Чем же Кончилось Это да Причем я думаю Что те кто не знают Ставят на Эдисона Потому что Эдисона Не знают А Вестингауз Никто не знает Вообще Наверное Раз он такой известный То Спойлер в розетке Спойлер в розетке Да Воткните туда Не надо втыкать ничего Чтобы узнать И про это тоже В фильме есть Что ничего туда Втыкать не надо Короче Моя главная Проблема Чем мне фильм Доставил удовольствие Он тем же Мне и оказался Неприятен Потому что Он доставил мне Удовольствие Тем что Это такая Ритмическая Хорошая документалка Которая просто Тебе последовательно Рассказывает Произошло А Произошло Б Произошло В Здесь оказалось Замешано Г Там потом Д Потом появился Пришел Тесла Потом ушел Тесла И так далее 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 Дело закончилось Вот этим И я такой Спасибо Это был хороший Документальный фильм Да Причем это был Круто снятый Документальный фильм Не вот те BBC Которые там Компьютерная графика Из времен Мезозоя Показывают А вот именно Что круто Красиво Стильно Я бы сказал И я полностью С тобой соглашусь Потому что Знаете Вот обычно Байопики Они построены Стараются строить их Вокруг какого-то Одного события Ну типа например Байопик Хичкока Построен вокруг Психа А ни до Ни после Там ничего не показано То есть вокруг Какого-то важного события Ну не всегда Но Ну да Бывает разбивают Но обычно Где-то в центре Есть такой типа Тренинг-монтаж Когда вот что-то Быстро делают Ребят Типа вот Мы вот были Лохами Мы начали это дело И тренинг-монтаж Мы уже крутая фирма Там условно Про какой-нибудь Эппл Вот здесь Тренинг-монтаж Размазан по всему Фильму То есть В большей степени Нету акцента На Каком-то Ну Окей Немножечко есть акцент На каком-то Отдельном событии Но в целом Это такое вот Прямо размазано Как вот они Вот это делали Вот это делали Вот Сейчас мы смотрим Вот на этот кусок Сейчас вот на этот кусок Вот на этот кусок То есть И все эти куски Просто Ну какие-то Отдельные Можно сказать Истории Которые конечно В рамках общего Развития сюжета Идут Но Именно что вот Как Документальная последовательность Событий Поэтому он захватывает Вот чем она мне понравилась Я такое люблю Когда вот У тебя от самого старта До самого конца Подробно Без каких-то там Уж совсем Вырезаний кусков Конечно там Какие-то вещи Все равно подсократили Но вот Мне Мне по душе такое Я понимаю Что это как бы В кино так не совсем принято И например Какие-то Очень важные Эмоциональные вещи Теряются Например Про историю Жены Эдисона Ну как-то Пшик И закончилось Должного эффекта На меня не оказала Эта история Хотя Явно пытались Явно пытались Оказать Вот Но Но было Было Красиво И интересно Особенно для Меня как человек Который как бы Знал Всю суть Этого события Но не знал конкретик Вот это было Интересно Да Здесь проблема Короче в том Вы можете послушать И не понять В чем проблема А проблема в том Что получается В итоге Документальный А не художественный фильм То есть Вот этих всех Художественных вещей Типа Актерская игра Я не знаю Типа Драматичные монологи Типа Какие-то Хорошо поставленные Сцены Ни хера Здесь нету Вообще То есть Это прям Вот Историческая Реконструкция И если ты ждешь Какого-то Художественного эффекта От фильма И он вообще Никакого не производит Просто такая Образовательные Полтора часика Когда ты смотришь И вот единственное Чем мне показалось Таким хорошим Эпоха прикольная Переход от свечи К лампочке Это блин Такой Ну Я никогда не рефлексировал Этот момент Человеческая история Это ведь действительно Дофига делов На самом деле Когда у тебя бах И ночью город светлый И без фонарей Без ничего А вот реально Светлый город И это разрыв С фонарями конечно Без газовых фонарей Без огня Ты хотел сказать Да Я хотел сказать Без огня Да конечно Вот Поэтому Да Да Если вы хотите Камбербэтча И актерскую игру И что-то еще Этого здесь в целом Нет Единственный Кто немножко играет Это Тесла Но Тесла здесь В целом тоже нет В самом деле Его там И все Главное это Эдисон против Кристин Гауза Вот Но Камбербэтч Кстати здесь Очень похож на Шерлока В чем-то То есть он конечно Немножечко Меньший уровень Бреда Ну такого Импульсивности Не бреда Извиняю Импульсивность Но в целом Тоже ученый Который Любит свою Там Работу И на все остальное Ему как-то особо Это Наплевать Такой же вот Абсолютно Один в один Там иногда пытаются Из него сделать Человека В двух сценах Наверное Всего за фильм Но не более Типа того И Короче Если бы меня спросили В итоге Смотреть Не смотреть Я бы сказал Скорее да То есть Не мастхэв Точно Такой Похвально Типа Деньги на билет Я отбил В целом Я стал немножко умнее И кино сделано Ну неплохо Но То что оно провалилось Пока с своим сбором Я прекрасно понимаю А оно уже провалилось Оно просто Только вышло Или там уже За первые дни Ну там смехота Какая-то позорная Типа 21 миллион За первый уикенд И если оно дальше Будет снижаться То все Пока И если А будет Да Да Но в целом В целом Не знаю Говнить не хочется Фильм Вот так я скажу Был довольно приятно Со А есть вообще Какое-то ощущение Проблем Связанных С Вайнштейном Что фильм От этого Как-то пострадал Или он просто Задержался Он просто задержался Там ничего не переснимали Насколько я понимаю Там все было уже готово Там до релиза Что-то оставалось В районе Месяца или полутора То есть Там не было никаких проблем Так что вот Расскажи нам про В таком случае Аэронавтов На которых ты сходил Про воздушный шарик И вот это все Там тоже какая-то эпоха Вроде как И насколько она Там Передана И вообще про что это Да У меня просто Не подходил мне Сеанс Не было почему-то В кинотеатре В котором я хожу В котором мне удобно Войны токов Так бы я на него сходил Но решил Ладно уж Давайте на аэронавтов Сбегаю Сеанс был подходящий Это Inspired by True Events То есть Вдохновлено Настоящими событиями Понятия не имею Что за события Ну то есть Исторические Вот все имена Которые там были Все люди Само событие Что на воздушном шаре Ребята хотели В Англии Побить Мировой рекорд И поднялись На Определенную высоту Не буду спойлерить Что там вообще И как То есть я это смотрел Как просто Вроде что-то историчное Но понятно Что оно Перекручено Это конечно Не жизнь Пи Но Некая сказочность В фильме присутствует То есть Такая Ненавязчивая Но Местами сильно Мне кажется Все романтизировано И Вообще Это Очередной Фильм От Амазон Которым Они хотят Мне кажется Показать Что ребята Мы тоже Вступаем На Почву Всего Вот этого Кинематографичного Потому что В целом Мне кажется Фильм провалится В прокате Не знаю За сколько его сняли Но местами Он выглядит Прям хорошо То есть Кадры Старого Лондона С высоты Птичьего полета Понятно Что Там не надо Прям мега Все прорисовывать Потому что Мелкое Но там Есть действительно Кадры Которые По мне Так очень дорогие И В целом Сцены в небесах Там тоже Зеленки Как-то Не чувствуется Я не знаю Как это снимали Может и не на зеленке Может они там Нагоняли пар Чтобы казалось Что это небеса И все такое Но есть сцены Прям Захватывающие И Все это Подано Вот Какой-то Легкой сказочностью И С налетом Феминистических посылов Потому что Здесь есть Сильная Женщина Которая Прям Ух И Фразы Вот эти вот Фразу Мы взлетим Выше Чем Любой Мужчина Или женщина В мире Она повторяется Раза три И там Прям чуть ли не акцент Вот это Any man Or woman Которые поднялись Выше Поэтому Но Оно местами Кринжово Но в целом Нормально Потому что Воспринимается Все как Некое Такое Вот Историческое Событие Вроде бы Но тебе Вот так Романтизировали Так вот Подали Как-то Короче Идеальный фильм Чтобы посмотреть С девушкой Поэтому я Смотрел один Очевидно И я Чувствовал себя Не очень уютно В кинотеатре Из-за этого Потому что Все пришли парочками И я Один такой Сижу И смотрю Вот это Не наяриваешь Ну да Романтический Романтический В принципе Фильм Хотя Нету там Какой-то Вот ярко Выраженной Любовной Линии Между главными Героями Но все равно У него Вот все Вот В нем Такое Волшебное Воздушное И хочется В конце Ну не знаю Просто радоваться То есть он Воодушевляющий Он Ну Добрый В принципе И построен он Так что тебе Показывают Полеты И Время от времени Флэшбеками Что происходило На земле Чтобы этот Полет Состоялся Смотреть Довольно Интересно То есть вот Как они Все это Собрали Воедино Понятно Что в жизни Наверняка Все было Не совсем Так Но Вот какой-то Такой вот Легкий Воздушный Фильмец Если хотите Поднять Все настроения Если у вас Плохое настроение И хочется Вот чего-то Воодушевляющего То мне кажется Это оно Прям вот Советовать идти Ну Наверное Нет Сухо Бесподобный Мистер Фокс И трасса 60 Порвину Добавляю Спасибо Хиличка Но если вот С девушкой Надо на что-то Сходить Мне кажется Это хороший Претендент Или с вашим Молодым Человеком Чтобы Просто Вот приятно Провести вечер И уйти Довольным И несколько Воодушевленным Но я думаю Что да Фильм провалится В прокате И Ну Не совсем Понятно Как вообще Они решились Вот такое Снять Потому что Понятно Если бы это делали Вот как Про войну токов Чисто Боёпик Ну Нахрен он кому-то нужен Кто вообще Все эти люди Вряд ли Кто-то знает Каких-то там Английских Воздухоплавателей И первого Метеоролога То есть Здесь История про сильную женщину И про паренька Которого Вот общество Ну не общество А там Научное общество Не принимало Потому что Все считали его Каким-то Сумасшедшим Шарлатаном Который О боже Мы тут занимаемся Наукой А ты хочешь Предсказывать погоду Наука Мол точная штука И ты занимаешься Какой-то фигней И вот Про противостояние Таких вот Сильной женщины И Обществу И человека Которого никто не понимал А ну очевидно Что он в конце Окажется прав И тебе легко Себя как зрителя С ними Отождествлять Им сопереживать И поэтому Ну Можно глянуть А можно и не глядеть Ну то есть Редмейн как всегда Продолжает Сниматься В байте На Оскар Каждый раз И все У него один фильм Байт на Оскар Больше он нигде не снимается Ни в чем интересном Вкусном А что ты Я бы не сказал Что это какой-то Байт на Оскар Ну такое Типа пресно Вот Пресно хорошее кино Вот так я услышал От тебя Ну оно примерно Такое и есть Оно мне кажется Вообще ни на что Не претендует И понимает Что Ну Мне кажется Ну это не дорога К Оскару На мой взгляд Ну то есть А где Ну а где Мне нравится Говорю в местах Есть кринжовые Такие выступления Потому что Здесь тоже Ну все же Вокруг британцы И все такое Поэтому здесь Порой толкаются Речи Такие что ты смотришь И немножечко кринжово Но в целом нормально Мне нравится Вот комментарии Так они научились Предсказывать погоду Вот Получается Все правильно И мы говорили Да Я хотел сказать Что немножко Кринжово будет Когда мы будем Обсуждать домашние задания Либо Знаете когда Когда я буду Жопу свою продавать Вот это будет Эй Давайте Поаплодируем Нет Еще нет Мы уже все продали Правда Мы уже все продали Огромное спасибо Всем кто Нажал на баннер Под трансляцией На прошлой неделе И получил 45 дней Кинопоискового Кинотеатра Потому что Вас много Это очень круто И кинопоиск Порадовался И яндекс порадовался И возможно Мы вас благодаря этому Сможем порадовать Ближе к концу года Одной большой Клевой штукой Вот Поэтому если вы Этого не сделали И То можете зайти И кликнуть Вот по баннеру И вам просто так Дают 45 дней Вводите промоку Вводите промокод Стопгейм И получаете 45 дней Кинотеатра Если вы до этого Не получали ничего То есть Если вы в первый раз Приходите в Кинопоиск HD То Бесплатно 45 дней Чего бы нет Да И там подписка На Яндекс Плюс По сути пишет Undying Warrior Не буду врать Как там что Но вполне вероятно Что да Короче Всем спасибо Кто это уже сделал А кто не сделал Сделайте Потому что Просто так Потыкайте кнопочки А нам Из этого Будет сильно лучше Вот Большое спасибо Всем за И мы можем Идти дальше Переходить К домашнему заданию Которое в этот раз Никто не смотрел Я уверен Домашнее задание А я напоминаю Что фильмы для домашнего задания Определяете вы Наши зрители Посредством донатов По кнопочке По ссылке внизу Вы можете Выбрать Вы переходите На страницу донатов Пишите в комментариях За какой фильм Вы хотите проголосовать И какую сумму Вы на это ставите И топ 2 Фильма Которые под конец выпуска Будут у нас На верхней строчке Те в следующий раз Мы будем Разбирать В этот раз У нас Набор Конечно Очень интересный Такой очень Очень Как бы правильно сказать О котором Есть что сказать А вот в каком Дискуссии Да А вот в каком смысле Сказать 4,5 Сраных часа Черно-белого Фильма Не молод У меня прерываются Больше По-моему Больше 4,5 2,5 1 2,2 4,5 Да Там разные Каты есть И Микеланджело Антониони Которого ты смотришь И такой Да Похоже Я смотрю Кого-то По имени Микеланджело Антониони Я думаю Я думаю Что это наш Человек Он такой Хочу Идти в Киновизнес И снимать Боевики Типа Крепкого Орешка Говорят Микеланджело Ты не можешь С таким Именем И фамилией Снимать Боевики Ты должен Снимать Экзистенциальную Европейскую Муть Какую Да Да И Собственно Да Фотоувеличение Фильм Микеланджело И забыл Как дальше Его Антониони Да Именно Так Между прочим У меня Он первым Стоит Есть В списке Тысяча Один Фильм Который Надо Посмотреть Перед Смертью Это То Что Черт Черт Я еще На Один Фильм Ближе К Смерти Твою Мать Ты знаешь На Два Это Очень Хорошее Описание Потому Что После Просмотра Каждого Из Них Я Встаю С дивана И Реально Такой Я На Один Фильм Ближе К Смерти Реально Уникальный Случай Когда Эстетство Не буду Проговаривать Эту формулировку Уж Полностью Когда Эстетство Оказалось От меня Максимально Далеко То есть Я посмотрел Фотоувеличение Я Не понял Ни черта Не волнуйся Блядь Это Вот Я бы Знаешь Я бы сейчас Прокричал Аллилуйя Потому Что Я боялся Что Я чего-то Не понял Фотоувеличение Это великое Какое-нибудь Кино С подтекстами Оно наверняка Есть Я даже Прочитал Про какие-то С подтекстами Я тоже Не понял Пока Ничего Не Прочитал Я так понимаю Что после просмотра Мы все втроем Выполнили Домашнее задание Сходили Посмотрели Кто такой Антониони Что про него Пишут в Википедии Что пишут Про этот фильм После того Как я все Прочитал Я все Понял Окей Хорошо Я признаю Как бы Все художественные Заслуги Этого фильма Но оказалось Что запрыгнуть В него вот так Вот без контекста Совершенно Просто включить Посмотреть И охуеть Невозможно По-моему Совершенно Вообще То есть Если ты не знаешь Чего ждать То фильм просто Не работает Я прям не включился Не пошло Очень плохо посмотрел Проблема в том Что фотоувеличение Это фильм Из моего Не особо любимого Не особо любимой Категории фильмов Фильмы В котором нету Полноценно Сюжетного Конфликта Какого-то То есть Конфликт Здесь И когда он Появляется Я такой Ну наконец-то Спустя час Фильма Какая-то движуха Пойдет на Зараза Фильм Меня просто Обул Я не знаю Он меня обманул По всем фронтам Ничего Дальше Не пошло Как так Вообще Это было Большим Разочарованием Для меня Именно Именно Относительно Моих ожиданий Того Что должно Произойти Вот О чем Собственно Фильм Аналогично Аналогично Причем Да Сейчас Я подведу Как раз Свои Выводы К тому Что происходит Потому что Начинается Все с того Что там Что-то в Англии Происходит Чуваки Какие-то Катаются За что-то Там выступают И есть Фотограф Который Выполняет Свое Дело В фотостудии Щелкает Моделик При этом Есть там Сексуальное Напряжение Такое Все И вот так Вот Что-то Катается По городу Высматривает Какие-то В антикварные Магазины Заезжает Покупает Себе Винты Гигантские От самолета Пропеллеры И Вот как-то Так вот Тебя вроде бы Знакомят с персонажем Что он Весь такой Импульсивный Весь такой Непонятный Весь такой Загадочный И все такое И в конце концов Он приезжает В парк Чтобы Пощелкать Какую-то парочку Случайно Абсолютно Такой вот Лайфстайл Или как это называется Я в какой-то момент К нему подбегает Девушка Говорит Слышь ты Пес Ты что меня фоткаешь А тогда еще Наверное Можно было так Без проблем Фоткать всех подряд Сейчас ты тебе Быстро Заставят Все удалить И все такое А тут нет Он говорит Фотки получишь потом Я фотограф Все Приходи в студию Фотки я тебе дам При этом Мне показывают кадр Где я вижу Что мужик-то валяется У меня настолько Хороший HD rip Что мне уже там Было видно Что мужик валяется Я такой Ну то есть там Зеленая лужайка Причем зеленая Очень зеленая И очень смешная сцена Как он в белых штанах Там пытается За деревом спрятаться Прям стелс вообще такой Во все поля Причем Я еще думаю Как-то Ну слишком Зелено все выглядит Потом оказалось Что подкрашивали Подкрашивали Причем Не отвлекайся Ты сюжет Ну да Мужик валяется Но нам так Ну кадр показывают Я не знаю Должен ты это уцепить Или не уцепить Но на зеленом Видно что там В сером пиджаке Что-то где-то Вдали лижет Парень приходит К себе В фотостудию Начинает А ну он даже Не успевает Начать проявлять Фотки К нему прибегает Эта девчонка Говорит отдавай пленку Все типа Мне надо сейчас Он дает ей левую пленку Она начинает раздеваться Между ними Там такая Страсть Все такое Потом Он что-то куда-то сваливает Приезжает У него Студия вся разграблена Нет Ты что-то путаешь Во-первых Он начинает проявлять Эту пленку Начинает смотреть Фотографии И там внезапно На них начинают Где-то там Вот знаете Вот эти вот Съемки Снежного человека Вот которые он показывает Вот смотри Вот этот вот образ Похож на снежный Вот он тоже Что-то такое Начинает смотреть Видит где-то в кустах Лицо с пистолетом Видит там Что кто-то еще третий был Вот И Я такой Вау Пошел Короче CSI Miami 66-го года Какое-то То есть Когда вы там Увеличь это Увеличь это Улучши изображение Отлично Мы нашли убийцу Выезжаем Вот Дать должное Что в данном случае Это правда Ну да Это правда Но оно все равно До такого Оно не доводит До абсурда Конечно Чтобы там у него Четкое было Изображение Там он скорее Домысливает Все эти вещи И зритель домысливает По идее Все эти вещи Вместе с ним И когда я думал Что вот сейчас Пойдет какое-то Расследование Какое-то Ну не знаю Он там будет пытаться Как-то Это Кому-то Рассказать Пытаться найти Убийцу Там и так далее Нет Он продолжает Ну то есть Он пытается Чуть-чуть Это делать Но в основном Он продолжает Там с моделями Тусить На какие-то Вечеринки Выезжать В какой-то там Музыкальный клуб Заходить Слушать музыку И один раз Только он приедет В клуб он за ней зашел Он же ее увидел Ну за ней зашел Да Но в целом Там как бы Это ни во что Не вылилось в итоге Просто потом Это да Ну потому что Там Там Просто Фильм тебя В конце Подталкивает К тому Что вот Фотоувеличение Чувак Сначала Увеличивал Давнятных Размеров А потом Когда он уже Вот это увеличенное Начал фоткать И увеличивать Вот это фотки Все эти фотки Фотоувеличение Превратились В сраный набор Пикселей Ну условно Пикселей Который похож На картины Художника Который вначале Там что-то рисовал Прям по-живому Режет Ходить в кино В одиночку Только вчера Разрядившись Телефон Спас От звонков Женщине С пиану Но ничто Не остановит Меня от доната На путягу Я жду путягу Ты меня заинтриговал Путягой Честное слово Одно название Ну да Там есть намек На то Что каждый видит В искусстве Что-то свое И вот там У него был Какой-то Друг товарищ Художник Который рисует Такие очень Абстрактные Картины Он говорит Я просто сперва Рисую А потом смотрю На это И решаю На что это похоже Типа вот я вот Нарисовал сперва Абсолютно бездумно А теперь смотрю Вот это на ногу похоже И хоп У меня сразу Образ появился Из всего этого И собственно Он как раз таки Делает то же самое То есть он доводит Фотографию Которая четкая И абсолютно Однозначное Произведение До какого-то Вот абстрактного Вот То есть он увеличит Увеличит Пока вот не появляются Совсем какие-то Аморфные объекты Из которых можно Придумать себе Что угодно Любую по факту Историю Любую по факту Изображение Вот И это кстати Описание Художественного Метода Антониони По большому счету Но об этом Мы еще поговорим То есть Короче Главная проблема В том Что Спустя час Фильма Из двух Мы Узнаем Что Огом Исфотали Убийство Где-то Полчаса назад И Следующие Полчаса Не происходит Ничего То есть Какая-то попытка Знаете Такая Нагнать Интригу И все остальное Но вот Деконструкция Жанра Такая Начинается У нас Есть Девушка Мы ее Преследуем Она просто Пропадает Мы хотим Что-то найти Что-то опубликовать Что-то Сфотографировать Труп А потом Труп исчез А потом Конец Че Какого Хрена И вот Если Ты не Подготовился Если Ты не Выполнил Домашнее Задание И не Прочитал Что На самом Деле Это Прям Весь Фильм Метафора В худшем Ее Проявлении Тарковщина И все Остальное То Все Привет То есть Фильм Ты просто Не переваришь Кино Абсолютно Незрительское И Ну типа Оно сделано Только для Человека Которому Нужно Заранее Предварительно Сказать Чувак Ищи Во всем Скрычайшие Смыслы Потому что Лучшая Наверное Вещь Которая Характеризует Этот фильм Когда главный Герой приходит На рок-концерт Там Группа Херачит Со всей силы Но Толпа Стоит Просто Абсолютно С каменными Лицами Стоит И смотрит И как бы Рофлишь С того Что Великолепная Постановка Но уже Чего-то Здесь Не так Потом Они Ломают Гитару Вот в этом Великолепном Жесте Вышвыривают Риф Гриф 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 От гитары В зал Я еще думаю Чего не так Я сказал Гриф Вроде бы Это то А с гриф Отложив Да Его Как бы Хватают Начинают Драться Главный герой Который Случайно Вообще Получил Этот гриф В руки Схватил Выбежал Убежал И Выбросил Посмотрел Такой на него Выбросил Нахрен Проходит Мужик Рядышком То есть Там Огромная Толпа За ним Бежала За этим Грифом Он Выкинул Этот гриф Рядом Проходит Мужик Посмотрел Этот гриф Поднял И Тоже Выкинул И Вот Эта Маленькая Зарисовка Она Ценностей Не кантовскую Даже Наверное Гегелевскую Кант Не про то Все таки Типа Это означает И это как бы Не шутка Я не преувеличиваю Не спгс Эта сцена Означает Что предмет Вне контекста Не обладает Никакой Объективной Ценностью Это такой Ёк Мою мать Да что Серьезно И это вот 15 секунд Которые просто Проброшены Вот чувак Подошел Взял гитарный гриф Бросил Пошел дальше Это 15 секунд Из двух часов И Это как бы Одна из Маленьких мыслей Которые вложены На протяжении Фильма Ты можешь добавить Что спрос Рождает Предложение Спрос был большой И всем это было нужно Спроса не было И никому это не нужно Стало В каком смысле Да Причем это какая-то Группа Какая-то там Известная Какой-то Причем Чуть ли не Известный момент Когда эту гитару Ломали Я прочитал про это Там в каких-то Интересных Ох Все Димон ушел Димон ушел Гриф искать Или риф Я не знаю Ой Димон вернулся Отлично Ну да То есть там отсылок Каких-то полно На все На свете Я там смотрю Что там Какие-то Известные люди Там в каких-то Кадрах мелькают Какое-то Одно на другое Там опять Референсируют Какие-то эпизоды В общем да Там Знаешь Как у этого Было Который Все Моей матери Это Который Каждый кадр У него На какую-то картину Да Альмадавр На какую-то картину Ссылается Вот тут тоже Такое Есть Только Еще менее Заветное Для нас Метличение Солн Вот Да Но я Ну да Да Давай Фильм Прямо Напичкан Вот такими Штуками Но реально Когда Смотришь Первый раз А я очевидно Смотрел сначала А готовился Потом Как это обычно И бывает Чтобы Вот приходишь Ты в кинотеатр Неподготовленном Даже трейлер Не видел Нормальная ситуация Хрен с ним Людям когда-то Это показывали В кино Кто-то впервые пошел Еще не было Никаких текстов Написанных И ты никак Не мог подготовиться Поэтому Очевидно Ты сперва Приходишь в кино Смотреть В первый раз Неподготовленным Ну вот да Я тоже Я решил Ты знаешь Режиссера В любом случае Ну это да Ты сейчас можешь Конечно Зайти на Какого-нибудь Я не знаю Скажите мне фамилию На какого-нибудь Фон Триера Давай Наш любимый Режиссер Референ Мета-артхаусный Да Ничего не понимаешь И выходишь И все То есть это может Произойти с тобой И сейчас Но и надо понимать Тогда что Антониони за этот фильм Бетв получил И как бы Его контекст Тогда был понятен Знаешь Меня как минимум Фон Триер Какими-то своими Образами Необычными Все-таки Ну Заинтриговывает То есть тот же самый Антихрист Который ты смотришь Там есть прям Ну Вызывающие эмоции Образы Вот например Фотоувеличений Таких как бы не было То есть Ну да Там модель Там сексуальность Единственная Разве что До 66 года Это охренеть не встать Ну вот Может быть не встать Вот Но Это сейчас Немножечко тяжело Учитывая Как сейчас у нас Нест Ты включаешь И каждый второй сериал Показывает тебе Гораздо большую сексуальность Чем здесь Вот Поэтому Но Эмоции сложно Получить Благодаря Фотоувеличению Потому что Это был первый фильм Вроде бы в Англии Где показали Обнаженное женское тело То есть он Проторил дорожку Сексуальной революции В мерке Кинематографа И за это Его можно В принципе Похвалить Но его много За что можно похвалить Но блин Это так сложно Дел Это вот Серьезно Ты ждешь И Расследование Детективное А чувак Просто Приходит Сначала Видит Труп реально есть Ночью еще Приходит Кажется А потом Приходит Днем Чтобы сфотографировать Потому что О боже Где же Я еще достану Труп Это такая возможность Я же фотограф Я человек Искусства Надо срочно Сфотографировать Труп Приходит А трупа нет И такой Ммм Печалька А потом Приезжают Мимы И начинают На теннисном Корте Играть В невидимый Теннис И он На все это Смотрит И ты на все Это смотришь Такой Ну Допустим Но в этом же Наверняка Есть какой-то Смысл А потом Мячик Перелетает Через сетку Невидимый Главный герой Подбегает К нему Кидает Невидимый Мячик Начинает Смотреть В сторону Корта И слышит Настоящий Звук Тенниса Хотя люди Играют В вымышленный И на этом Заканчивается Фильм И ты такой Чего Исчезает Еще в конце Кто исчезает Главный герой Он испаряется Да? Да Он испаряется Появляет Переходя в экран The End Так что Этот транзишен Можно ему и значение Не придать Ну да Я как-то не придал Значение Что просто The End The End Ну Вот я говорю Здесь короче Проблема в том Что Проблемы две Глобально Первое Это фильм На очень высоком Уровне абстрактного Мышления То есть эпизод Который Соло Только что описал Он Ну Когда я уже Типа понял В какую сторону Смотреть Когда я почитал Там разборы Там видения Антониони И всего остального Все стало в целом Понятно Антониони сам сказал Что этот конкретный Фильм Про общение Взаимодействие Индивида И реальности И то есть Фильм как раз Про субъективность И это вот Я говорю Это прям критерии Тарковского Но когда его разбирали Там вот Те же самые плоскости Это очень высокая Степень абстрактного Мышления И вот он как раз О чем и рассуждает Что В принципе Позиция фотографа Это позиция Вот этого якобы Объективного Наблюдателя И попытка И фильм Это попытка понять Вот насколько Объективность существует Вообще И существует ли И существует ли Труп там без контекста Да Потому что Что значит Труп исчез Во второй половине фильма Но это моя Уже логика Исчезли Типа Вот есть Объект Труп Да Но это не просто Труп Это труп За которым Есть сюжет За которым Есть женщина За которым Есть убийство Но С точки зрения Этого фотографа Женщина пропала Нету ни телефонного Номера Ничего Никто не хочет Слышать Про этот труп Потому что Он предлагает Там у меня Труп в кустах Лежит Пошли Это же такая фотка Не надо Говорят ему боги Богемные друзья Улик нет Пленки нет Ничего нет И получается Что и трупа Как бы нет И с чего я Начал говорить Эта сцена в конце С мимами Они есть в начале И в конце фильма И это как раз Просто Тот же самый уровень Та же самая плоскость Когда Ну зеркальная ситуация Как бы реальности нет Вообще Нету объекта в реальности Нет теннисных ракеток Нет спорта Нет игры Но при этом мимы То есть люди Они конструируют контекст И когда Очень клевый кадр Действительно клевый Прям вот По умному По взрослому Клевый кадр Когда тебе показывают Мимов Которые Играют якобы в теннис Потом мим делает Якобы сильный удар А камера просто Катится по траве И это такой Майндфакт Твоего мозга То есть как бы Ты понимаешь Что произошло Это якобы Мячик Катится Но с точки зрения Фотографа Или оператора Он просто снял камеру Которая движется по траве Но камера Помещенная в контекст Этой сцены Нам Нашему мозгу Дает информацию Что вот И вот такой вот Уровень мышления Здесь И главный герой Принимает правила Этой игры Как бы Что Действительно Созданный контекст Он существует Берет и откидывает Теннис И мы слышим звук А звук Это уже как бы Объективная реальность В этом уровне И вот смотришь Ты такой Да Я-то ждал Детективчика Про убийство Значит Ммм С ожиданием И у каждого Ожидания Немножечко Не совпали С тем Что в итоге Получилось Поэтому я считаю Это абсолютно Адекватным Референсом Одного на другого Вообще Как я понял Там же Еще Ну Нам показывают Что герой Он несколько Устал от всего Происходящего В его жизни То есть Вот это Фотографирование Моделей Оно Несколько Не приносит ему Какой-то радости Он даже говорит Про Лондон Там по-моему Что как мне надоел Этот город В нем нет ничего Типа настоящего Или как-то так Выражается И в целом Вся Фактически Фотоиндустрия И все Вот Связанное С Вот этим Фэшеном И фотографиями Это же Греза Ну в каком-то смысле Греза То есть Это не настоящие Ситуации Которые В студии Просто конструируются И Когда он пошел В парк Я так понимаю Что он пошел Ускать какие-то Ну реально Собственно Почему его зацепили Вот эти вот Вот эта парочка Потому что Он увидел В них Настоящие Реальные чувства И возможно Фильм еще Про то Как пытаться найти Что-то настоящее А не искусственное Во всем Что нас окружает Ну В том числе В том числе Да Ну то есть Там он голубей гоняет Пытается не фотографировать Это действительно Это какой-то процесс Понятно Что чувак ищет Каких-то фотографий Но Вот опять же Я видел Комментарий В чате От парня Который написал Да там все понятно В фильме Лежит на поверхности Не очень сложно Читается Возможно Действительно Это читается Не очень сложно Возможно Я не выспавшись Смотрел этот фильм Но Открываемо Она является Объектом дискуссии И он как раз Приверженец Ну на выходе Можно сказать Истории То что автор Мертв Поэтому У него Фильмы Нашпигованы Таким образом Что хотя Они являются Собой Какую-то почву Для рассуждений Он ни в коем случае Никогда не дает Трактовки Контекста Месседжа Посылы И всего остального Как например Там рефм Который вкладывает Метафоры И очень четко Говорит Это вот так Вот это Вот так А здесь Вот это Я сказал Но он наоборот Он набрасывает На вентилятор На пропеллер И снимает На холст Это хорошая метафора С его как раз Вот этим другом Художником Который говорит Я сперва что-то рисую А потом смотрю Что у меня получилось В итоге Потом решаю Что это будет И наверное Как ты описываешь Это очень похоже На Вот эту же ситуацию Потому что Снял Что-то А вот Теперь давайте Попробуем найти В этом смысл Наверное Он в нем есть Какой Не скажу И Да Это условно Бессознательно То что из него прет Потому что Он Сказал В интервью Что в фильме Очень много Импровизации То есть Сцен Которой Не было в сценарии Он просто Пришел на съемочную площадку И такой Так А давайте вот это снимем А давайте еще вот это снимем Это 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 А потом на монтажном столе Я что-нибудь придумаю То есть фильм собран В целом Из вот Чего-то такого Метафизического Просто что ему пришло в голову Без четкого Продуманного плана Я такое Искусство не люблю Я люблю Просчитанное Это субъективно Но Я же имею право Так воспринимать искусство Имею И Поэтому Мне было очень тяжко И Димон Ты Ты рассказывал Про Ну ты Про это В принципе И подводил Да Что он Набрасывает Вот таких метафор Но ничего не говорит При этом Я не понимаю Он же В интервью Потом рассказывает Что вот Это фильм про реальность Там Про то Как мы воспринимаем Все То есть он Потом Уже после того Как фильм вышел Он типа сам разбор делает Чуваки Это вот про это Ну не совсем Нет Не так Я так понимаю Вопрос Как он может Без плана Говорить О чем он Если он пришел На съемочную площадку Разумеется Вижен у чувака есть То есть Я не знаю Ты приходишь В съемочную студию И такой Блин Я хочу Короче Снять Ну Что-нибудь Жесткое Такое Я хочу Жесткий Фотосет Ты приходишь Берешь Там Модель Вот Как он Делал И такой Я И начинаешь Импровизировать И безусловно Когда Антонио не планирует Фильм У него есть Четкое понимание Что я хочу Разобраться В этом В этом В этом У меня Вот такой Большой сценарий Но когда он приходит На съемочную площадку Он понимает Что вообще В контекст Общей идеи Вписывается Еще и Вот такой Вот образ Еще вот Такой Я как-то Наверное Смогу их склеить Я хочу Такой материал Который Я потом Смогу Перерабатывать Безусловно Это работа Бессознательного В большой Степени Которая Потом Будет Как-то Обкатываться И Это не значит Что фильм Просто Тяп-ляп Сделанный И импрессионизм У него есть Четкое Видение И четкое Понимание Я даже Скажу Вот так Смотри Даже тот же Художник Который Вот он Там рисует Ты же видел У него Там разные Картины Какая-то Нарисована Как раз Человеческую ногу Какие-то Мазками Какая-то Какими-то Пятнами То есть Изначально Он выбирает Чем рисовать В каком стиле Рисовать Потом Он начинает Так же Самый режиссер Он выбрал Тематику И начинает Набрасывать 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 Потом В итоге Все это сводит Смотрит Что получилось И вот как раз Он же говорит Я вот увидел Ногу И для меня Все стало ясно Он видит в своем Фильме Условно говоря Ногу Ему становится Все ясно Потом Он тебе На интервью Это рассказывает Как ни странно Например То же самое Говорил Тарантино Про написание Своих сценариев Великолепная Вообще Великая фраза Которую засунуть Бы в мозги Каждому Кто Дебил Он написал Он говорил Про свои сценарии Я говорит Просто пишу 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 И только в конце Когда у меня Весь сценарий Написан От и до Я понимаю О Так я писал Вот про это То есть Казалось бы Вот этот бог Легенда Замечательный Тарантино Он абсолютно Признает Наличие Бессознательного Он говорит Что я пишу Я не знаю В чем смысл Моего фильма До тех пор Пока я его Не закончу И даже Когда я его Заканчиваю Я могу понять Не сразу Но это не значит Что смысла Там нет Вот То есть Это как бы Железная Вообще история И здесь У меня отработает Примерно тот же самый Безусловно Вообще О его методе работе Работы Антониони на съемочной площадке Отдельно я почитал И актеры говорят Что Меня смутила Актерская игра В фильме То есть Она странная Она действительно Она неестественная Она немножко Какая-то надуманная Иногда гипертрофированная Иногда недожатая И когда актерам говорят Один из актеров В интервью Сказал Что Меня говорит Хвалят за перформанс Фотоувеличений А я такой Типа Нет Не я Потому что Антониони Вообще клал на актеров Он ходит По съемочной площадке И просто Диктаторски Абсолютно Говорит Делай вот так Делай вот это Сдвинься вот сюда Ногу вот так Голову вот так Сделал Все Пошел нахер То есть он прям Вообще не взаимодействует С актерами Ему не интересно Он просто Расставляет актеров Как пространство И как декорации В кадре И в этом смысле Конечно Очень нельзя Не похвалить Фотоувеличение Вот визуально Оно Очень круто сделано Прям Буквально каждый кадр Это фотография Хорошая Выверенная Четкая Композиционная Она очень красивая Там даже Да Вот момент Когда он как раз Заснимать пытается Вот эту парочку Я прочитал Что там использовано Очень много статичных планов И действительно Я когда на это смотрю Действительно похоже Что вот Как будто бы Внутри фотографии Двигаются люди Потому что Ну вот у нас Статичные Вот это вот Не меняется Никакой задний план Меняются Только вот двигаются люди Внутри кадра И поэтому Немножко странным Смотрятся его Вот эти вот Все перемещения Между деревьями Которые Ну очень тяжело Не заметить Такой себе стелс Но стелс 66 года Так наверное Оно ием Опять же Вот я так кайфанул С того Как Сделана эта сцена Потому что У тебя фотографию Кадр Чувак сидит за деревом И есть второе дерево Ближе И вот ты такой Расскажи мне Что будет через 3 секунды Просто вот Из того Что в этом кадре есть Ты понимаешь Что сейчас произойдет Когда он делает это Это просто смешно Я прям угорел Вот настолько Композиционно Музыку из Metal Gear Можно подставить На его Вот это перемещение Будет очень Очень мем И когда его палят Это Это понятно Что сделано Вообще Специально Он на этой Зеленой лужайке В белых штанах И вообще цвет Довольно Значительный В фильме И я это даже Начал как-то Для себя Я не вывел Какой-то там Мега формулы По которой Там оно все сходится И вот смотри На этот цвет И это означает это Но я заметил Что цвет Не просто так использован И я уверен Что белые штаны Специально были Чтобы ты Ты прям видел его На этом зеленом фоне Они прям яркие Кричащие Такие А потом выяснилось Да Что У режиссера Это был второй цветной фильм И он Прям Прям упарывался По цвету Потому что Ну чувак Дорвался Наконец-то Можно цветное кино Снимать Давайте-ка Я тут сейчас Разгуляюсь И сделаю это Концептуально Но я говорю Я не знаю Как это все Подвести Под какой-то Единый знаменатель Но цвета В фильме много И он что-то значит Причем Блин Вот как херово Было без цветокоррекции Я только недавно Думал о том Что на самом деле У нас три эпохи кино У нас было Не цветное кино Цветное кино А потом цветокорированное кино Вот то что сейчас происходит Потому что покажи мне Отдельные кадры Из фотоувеличения Я железно скажу Что это бонд Например Там с Шоном Коннери Один из первых Вот прям Ничем Потому что просто Камеры могли Объективно запечатлевать Реальность Плюс там у нас был Какой-то способ Чтобы вымачивать пленку Химически Что-то еще Но это сложно Назвать цветокоррекцией В современном смысле И Антониони Да-да Все говорят про траву Которую он специально покрасил Для вот той лужайкина Которой происходят Ключевые события фильма Но я не знаю Почему никто не говорит Что он покрасил еще и деревья В коричневые И дорожки в черный То есть Он раскрашивал все Он город раскрашивал И тачку в черный Кого? Тачку перекрасили Да Да Ну тачку ладно Тачку там допустим Но как бы перекрашивать Дорожки и деревья Это такая история Ему действительно хотелось Опять же Это типа Ну вопрос Восприятия Реальности Там даже цвета реальности Да Потому что Надо понимать Что Мы находимся Вне контекста Фильмов И поэтому Я бы не заметил Вообще Слишком зеленую траву И что-то Если бы мне не сказали Я посмотрю Хорошая реалистичная картинка Ну нормально Вот снято А потом Нет слишком зеленая трава Ну наверное Да А я Чувствовал фальшь В зелени Не знаю Мы просто живем Сейчас в эпоху Как раз таки Вот цветокарированного кино Когда Ты такой смотришь Ну да Ну кино Покрасили Ну там может быть Траву На постпродакшене И ты даже не задумываешься О том что То есть У нас уже кино Предоставляет фильмы В нереалистичных цветах И мы к этому привыкли Да Как зрители Не это да Но он когда вышел на лужайку Я такой Какая-то она Что-то с ней не так Я не могу сказать что Но что-то с ней Она какая-то слишком Слишком какая-то А потом выяснилось Что ее подкрашивали И я такой А ну тогда ладно Тогда все встает на свои места Я Какой-то элемент фальши Я в этом уловил Окей Я нет Повезло Окей Ну не то чтобы я от этого Сильно кайфанул Повезло Ну вот Типа в этом и вопрос Я реально Наверное Через Сколько-то лет Я пересмотрю Фотоувеличение И вообще Сунусь в Антонионе Наверное Там все остальные Его фильмы говорят Еще хуже Он реально То есть это чувак Который Вообще клал болт На все примерно То есть он Снял фотоувеличение Именно с такой развязкой Там есть какая-то Очень долгая история Что кто-то Хичкок снял Окно во двор Кто-то прочитал Написал роман А потом Антонионе Прочитал роман И после На этого Снял фильмы Причем трансформации На каждом этапе Там происходили Кошмарные С сюжетом С историей И всем остальным Там Изначальный Роман про Педофилию Там вообще Но К чему я это Антонионе Чувак как бы Который знаете У него тезис такой Я не хочу использовать Фоновую музыку Потому что Это дешевый способ Манипулировать зрителя Такая типа Я не хочу Чтобы Пошлятина Тупые дураки Так делают Халява И вот у него Как бы Он абсолютно Незрительский Вообще Ему не интересно Манипулировать зрителя В классических категориях И поэтому Он например Делает с нами Вот то что То что делает С детективной интригой Вот это по сути Уничтожение Жанра По большому счету Потому что Он нам Заявляет эту интригу А потом Не развязывает ее Никак И как бы Тыкает в лицо Вы смотрели Не туда Фильм не про это Раз я ничего Раз я ничего Раз я ничего здесь не развязал Значит Дураки Я вот Как человек Который смотрел Туда Я несколько расстроился До всего Ну мне кажется Ну мне кажется Я не считаю Я не считаю Что кино Должно быть развлекательным Ни в коем случае Скучное кино Если это так задумано Это окей И как бы Фотоувеличение У меня глобально Нет претензий То есть Я понял весь метод Я понял все Что произошло Но я понял это После фильма Когда уже Как бы В контекст Погрузился Сам фильм Смотреть Мне было Неинтересно Ему не удалось По умолчанию Донести до меня То что он пытается Делать Вот так скажем То есть Садишься Ты смотреть Джармуша Вот хочешь Не хочешь Ты попад Джармуш Тебя попадет Потому что Вот он Понятный В этом смысле Он тебе Сразу Вклеивается А здесь Ты сидишь Ждешь Непонятно Чего Непонятно Чего Заканчивается Проходит То есть Просто Кино Не сработало Я не говорю Что оно плохое Или что я жду На него возвращения Скажем так Никто из нас Не сказал Что кино плохое Потому что Ну Просто Мне кажется Что мы Недостаточно Обладаем Компетенцией Оценивать Данное кино Особенно Еще и в историческом Контексте Хоть в каком-то А мы его сейчас Уже только в историческом Можем обсуждать Потому что Оно не новодел Никакой И поэтому Тут скорее Мы оцениваем Какое-то Субъективное Ощущение От его просмотра И Личностные Личностные эмоции Которые она вызвала Я В принципе Не особо люблю Фильм У которого Нету Какой-то Ну Глобальной Сюжетной Ветх Хоть в каком-то Ее проявлении Здесь Ее Ну Просто Нет И Этот фильм Просто не в меня Хотя Там Да Я потом Прочитал Я понял Что Блин Молодец Чувак Что Умеет Вот Все как-то Там Подстроить Инакомысленно Рассказать Я очень плохо Это всегда Сочетываю Я уже не раз Об этом говорил Но Типа Я вот Если ты Дима Говоришь Что будешь Пересматривать Я пересматривать Не буду Даже там В каком угодно Зрелом возрасте Через сколько угодно Лет Мне хватило Я Мы сейчас Обсудили Смысл Понятен Мне нравится Как ты Жестко Прогнозируешь Себя На сколько угодно Лет вперед Ну Относительно Каких-то вещей Я Не знаю Практически Со стопроцентной Уверенности Могу сказать Понятное дело Что Как и предсказание Погоды Которой Никто в итоге Не смог Предсказывать Что мы будем делать Через несколько лет Непонятно Вдруг я стану Артхаусным режиссером Который будет красить Города В другие цвета При помощи Какой-нибудь Не знаю Нано-пушки Но Это Не самый реалистичный Вариант развития событий Поэтому В данном случае Фотоувеличение Фильм не в меня Фильм Не обо мне И Даже по итогу Когда выясняется В чем вся суть Это все равно Не Заставляет Мне сказать Вау При том Что Что должно У меня Это вау Как раз и есть Я С большим уважением Нифига То есть Я Ну ты знаешь Это реально Вот Блин Вот 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 Что-то Я не могу даже Сказать Чего мне Что конкретно Мне не проняло Фотоувеличение Я пытаюсь Это ухватить Сейчас пока Рассуждаю Но вот Например Того же Опять же Тарковского Если ты смотришь Он тебя все-таки У него есть Некий гипнотический эффект Вот этого со мной Не произошло В большой степени У тебя не было Гипнотического эффекта Когда девушки Дерутся В бумаге Для фотосъемки Голыми Ну нет Я поражался Тому Насколько Неестественная Странная Вкусная Сцена В этом плане Тарковский Молодец Вода Естественная И поэтому Если ты снимаешь Естественную воду У ни у кого Не возникает Ощущения Фальши Может быть Может быть Но Тем не менее Количество Каких-то секретов В этом фильме Оно конечно Кошмарное Потому что Я например Дико угорел Когда главный герой В начале Идет И проходит Мимо ребенка За решеткой И я такой опять Как это было хорошо Он просто Выходит От своих моделей И через Квызадний двор Заходит Другое здание И там Стоит Ребенок За решеткой И смотрит И вся композиция Направлена на то Что он сейчас пройдет И зайдет К этому ребенку Или что-то не сделает Он просто проходит Мимо И ребенок Не появляется Никогда И я просто Вау Вот это Вот красота Вот это реально Это круто Это мощь Или Я не знаю Вот можно искать Какие-то сюрпризы Постоянно В этом фильме Например Спрашивают героя Типа Зачем тебе пропеллер Он красивый И все Вот я хочу себе Огромный винт пропеллера Блин От самолета Дома Или когда Девушка говорит Я буду в Париж Сегодня вечером Он приходит на вечеринку А там бухая Укуренная Он говорит Ты что Я в Париж И уходит И как бы Это может быть смешно Но Как я показал Но в фильме Это звучит Как такое Да Вот это было Глубоко Это подается С таким С такой С помпой Небольшой И действительно Зная там Ту же историю С грифом Которая хотя бы Трактуется Вполне однозначно И понятно Здесь как бы Тоже можно Наслаивать Бесконечное количество Материала И в этом смысле Мы почку Не знаю Мне показалось Она настолько Обдолбалась Что она Она и в Париже Она так и сейчас Еще и в Токио Дернет Ну я это и сказал Да Но режиссер Не про это И тут как бы Да режиссер Реально Ну просто вот Претенциозный Чувак Который Хочет сделать Что-то такое Что они делали Вот Я таких не люблю Ну то есть Оно прям Зафиксирует Нет Давайте так Если чувак Хочет выпендриться В своем Ну я Я никто Чтобы ему запрещать Но я могу Это не любить И вот мне Не нравится Меня Погрузили В какой-то Очень странный мир В котором Непонятно Что творится И очень сложно Ну я тупой Ладно Тут Я не умею Это считывать Мне надо Проговаривать Мне нужно Короче Видеоэссе Режиссера После фильма Чтобы он мне Все разжевал Что плохого Закончи давай Да ты Мне казалось Что ты закончил Да ты перебиваешь Просто Не влезай Дай закончить Так я и Ладно Все заканчиваю Ты паузу просто Делаешься влезть Да ты делаешь паузу Я думаю Все мысль закончилась Только начинаю говорить И дальше продолжаешь говорить Вот поэтому Да Выжидай чуть дольше Так он Гурыч Начнет говорить Димон Выжидай еще дольше Ну охренеть Давай Заканчивай мысль Все я закончил Короче Да Что плохого в претенциозности В претенциозности Нет ничего плохого Абсолютно Никто из нас не говорит Что есть что-то плохое Вот это вообще хорошее Спасибо за честный обзор Смотрели ли фильмы Режиссера-фотографа Антона Карбейна При создании пленки Уже закладываются Отношения оттенков Поэтому она до сих пор Популярна И не требует Цветокоррекции В идеале Давайте посмотрим Фильм про пожарников Ронин 1998 Я смотрел кое-что У Карбейна Не удивлен Вот В претенциозности Нет ничего плохого И мы Ни в коем случае Ее не ругаем Я вообще любитель Когда меня что-то удивляет То есть мне Всегда пишут А что ты ждешь Там от новых игр Я говорю Я жду Чтобы она меня удивила Чтобы показала Что-то необычное Нестандартное И Это круто Когда мы получаем Что-то нестандартное Но не факт Что оно может вам понравиться Как Любой эксперимент Он может быть удачным Неудачным Как любой жанр Он заходит одним Не заходит другим Я не вижу ничего плохого В том что фотоувеличение Нам не понравилось Нам с Солодом Например Кунгурыч И там Сложно понять Как бы Эмоционально не понравилось Но рационально понравилось Или даже не так Знаешь Я просто не пытаюсь Такой вывод Вообще сделать Ну окей Хорошо Я на таком Просто более Димон Прентациозный Он не как все И он может кому-то нравится Кому-то не нравится И это нормальная ситуация А ты как все Ну камон Что за Ты тоже не как все Все не как все Все не как все Видишь Все не как все Все мы можем кому-то нравиться Кому-то не нравится И фотоувеличение Точно так же Особенно учитывая Что оно вот Настолько выбивается Из Рамок Популярного Привычного Кинематографа В этом нет ничего плохого Но абсолютно нормально Что кто-то это может Не Принять И уж И даже после того Как понимает о чем фильм Тоже может его не принимать Внимание Вопрос Ну давай Че еще у меня помечено А блин Нужно говорить Да Это не говоришь Не надо Плюс-минус У меня Ничего не помечено То есть Есть еще там Заметочка о том Что половина Богемы Того времени Снялась в этом фильме Там вот солисты Лет-Зеппалин Монтипайтон Там еще Модные фотографы И все остальное Как бы Нерелевантно Для контекста Нашего обсуждения И еще у меня Пометочка про Визуал Про то что он Использовал Широкоугольные Объективы Для того чтобы Создать большое Пустое пространство Но что-то Я не рискнул Фильм разбирать По композиции По всему остальному Я посмотрел Я понял что Зачастую Я типа даже Соврать боюсь То есть я чувствую Эстетически что все Корректно Вроде бы Что все хорошо Но я прям Посмотрел Посмотрел Я не расшифровал Кино То есть оно для меня Вот прям Прям совсем тяжело Легло Очень сильно Вот Ну и что И реальность Которая подстраивается Под глаз Смотрящего Это все понятно Непонятно Почему вроде бы Умные люди Как дураки Злятся в комментариях На нас На протяжении всего Это обсуждение Мне лично непонятно Ну ладно Это оставим за скобками Потому что В их глазах Им кажется Что мы Говорим что Фильм говно Наверное Объективно На мой взгляд Мы проговорили Примерно все То есть Я посмотрел Фильм Вот по всем сценам Единственное Чего мы не коснулись Там это Отображение Богемной жизни Лондона Через вечеринки И всего остального Но мы объяснили В чем концепт Фильма Что значит Там мимы Какие Смыслы Какие Уровни Слои В нем Можно найти Показали Как можно Фильм любить Ненавидеть Как он играет С сюжетной аркой Короче Не согласен Я с теми Кто Посчитал Что разбор Не Удовлетворительный По моему Отличный И кино Очень хорошее Для разбора Просто вопрос В том что Эмоционально Да Тяжелая Очень Короче Режиссер И говорил Что Не хочет Чтобы его Фильм Можно было Описать словами Он вот Эмоциональный И должен Так восприниматься Если фильм Можно описать словами То он Типа Дерьмо Но это Претенциозное Высказывание И прям Такое Категоричное Очень Пожалуйста Что такое Претенциозное Потому что Ты много раз Употребляешь Слово Ну вот Это такое Выпечать Ребят Смотрите Смотрите Как я могу Смотреть Вот Вы все Один Я в белом Граф Монте-Кристо Вот А Погоди Да Мне интересно Правда Окей То есть А в чем Конкретно Ты это Видишь Чувак сказал Я хочу Чтобы мой фильм Трактовали Как хотите Трактовать Почему Это значит Что он Выпендривался Не-не Фраза Про то Что если Фильм Можно описать Словами То он Говно Вот это Вот эта Фраза Она слишком Категоричная И Ну Чувак Имеет право На свое мнение Я согласен Но это мнение Может мне не нравится Я тоже имею право Не любить это мнение Окей Ты меня Столько Потерял Что Мне даже Спросить Нечего Ладно Ладно Окей Ну что Мабузи Мабузи Донаты Да Донаты Пока Мабузи Сейчас было Такое фотоувеличение Мабузи Настолько глубоко Копать Потому что Вот Эмоционально Сработал Смотрели ли Фильмы Режиссера Антона Карбейн Дайт Проговорили Задонатили Немножко На экзистенцию На шаг вперед И спрашивают Где разбор полетов Отдайте его нам Это наша прелесть Уже в чатике Уже сдан Уже Я посмотрел Да Долго С афишей Разбирались Да Хороший По-моему Синяки После монтажа Японского репортажа Нет Синяки Из-за верхнего освещения Потому что У меня нет лампы Которая снизу Бы подсвечивала У меня глаза Глубоко посажены Поэтому Это не синяки Это брови На одной из лучших Аниме Уходящего Десятьлетия Когда сериалоги Сериалоги В конце месяца После истории Серии Финалки Так вот В относитесь К тому Что Главный актер Режиссер И сценарист Совмещаются В одном лице Я рофлю Смотря чье это лицо Войсо Конечно же Не Я практически Всегда рофлю Я как-то даже Вот сейчас У меня сходу Спросить Такую историю Чтобы все было Круто Я даже Не скажу Ладно Когда режиссер И сценарист Это норма А когда режиссер Актер и сценарист Это что-то уже Не знаю Не знаю Но был Тенант у нас В прошлый раз Этого По-лански Ну Жилец Актер Режиссер И сценарист Но там Да Там есть вопросы К фильму Кто у нас еще был Ну вот да По-моему Это далеко не Самая сильная Его работа Люцифер Валентайн Например А ну Этот господин То конечно С ним спорить Невозможно Донатят У нас созданный В бездне На Тебе говорят Вуди Аллен Кстати Он же там Постоянно Вроде И сам играет И сам пишет И сам снимает Невский Кстати справедливо Кстати справедливо Но Вуди Аллен Он такой Он очень самолюбивый Чувак То есть Это все равно Смотрится слегка Так карикатурно То есть Как Тарковский Я очень правильно Заметил про него Что типа Совершенно не обаятельный Мужик Который думает Который пытается Канаться всем замечательно Вот Ну в этом смысле Я тоже смеюсь Над Вуди Аллен Потому что Ну он просто такой Хвастун сам по себе И выпячивает все Вот он да Солод Не претенциозный Но хвастун точно Вроде все Чего на Твиче Да очень просто Чего врать Потому что У нас есть на Твиче Баннер А на Ютубе Баннера нету Баннер Кинопоиск 45 дней Бесплатно Которые вы можете Забрать Поэтому мы на Твиче А потом вернемся Обратно на Ютуб Да И будем говорить Всякие слова Да Вот Ну что Там все Закончили Все на этом Да Отлично Не забывайте Их докидывать А мы Потому что Потому что Там Из-за отходов, которые нашли на складах, где лежали эти фильмы. В общем, вот. Вы вдумайтесь, в фильмы почти сто лет. Сто лет, это кошмар, столько не живут. И в связи с чем я сразу хочу выложить на свой стол свой тезис. Это не кино. Это не кинематограф. Объясню. Можно, конечно же, вложить в кинематограф правильное словарное значение, которое будет подразумевать кинематограф, все, что снято на пленку, начиная с братьев Люмьер для того, чтобы показывать это людям. В этом смысле да, это кинематограф, конечно, точно не вопрос. Но, если смотреть кинематограф как что-то, что я понимаю, что мне привычно, то давайте отсчитывать его примерно с гражданина Кейна, ну, условно, раньше, но... То есть это набор определенных приемов, в которых есть разные крупности персонажей, в которых есть какой-то монтаж адекватный, в которых есть там, ну, даже если не звук, то какая-то там вот режиссура логиков. То есть набор приемов, понятный, записываемый на бумажке. Ты хочешь сказать... Да, говори. Не-не-не, заканчивай. И вот эти вот все сраные фильмы 22-го года, вот даже Чаплин, вот я, правда, это контроверсив высказывания, но я не считаю Чаплина кинематографом, в том смысле, в котором вот я сейчас его описал, как набор каких-то нормальных, устоявшихся, типа, форм киношных, более-менее современных. Дмитрий, положи листва отманы на стол или фольгу. Будет переотражение снизу и пропадут снеги. Ронин. Вот так. 10 лайфхаков для веб-стриминга. Это так, да, просто я пока здесь не обустроился. Вот. И в этом смысле, типа, ну, я не знаю, что я вообще должен вам сказать про доктора Мабузе, потому что это не фильм. Это театральная постановка, в которую домешаны иногда крупные планы, и в которой вот есть карточки со словами. Я не знаю, это не кино, это хер пойми чё. Смотреть это 4,5 часа, это мучение. Просто перечитывать сценарий доктора Мабузе в Википедии интереснее, чем это смотреть. Ты тоже там перечитывал? Понятно. Блин, а я не перечитывал, я вроде и так всё понял. Не, ну всё понятно, знаешь, так на всякий случай убедиться, потому что ты не слышишь голоса актёров, и иногда у них образы очень похожи один на другой. Особенно у доктора Мабузе, который там постоянно меняется, и кто из них... Наверное, вот, вот, вот. Понимаешь, там просто все старики выглядят страшно. И поэтому какой из них вот искусственно страшно выглядит, а какой просто такого и есть, не всегда понятно. И потом, кто из них доктор Мабузе? Понятно, что потом становится ясно, кто он, но всё равно на всякий случай такой... Тут рядышком Википедия, почитаем, что происходит на экране. Не, я вроде как-то всё сложил, Мабузе всё равно выделялся, он там самый красивый, условно. Ну и вообще, мне кажется, мужик такой очень колоритный. Единственное, я смотрел с озвученными карточками. Ну, я думаю, все смотрели с озвученными. Вот. И я подумал, что... Блин, ну если вы уже прикрутили озвучку, может проще вырезать эти карточки и наложить эту озвучку на диалог? Вопрос в том, совпадёт ли диалог и действительно ли они его проговаривали. Ну, как закодряк будет условно. Ну, если не совпадать, да, возможно, потому что некоторые карточки, они, конечно, рассчитаны, мне кажется, вообще на человека, который, я не знаю, по слогам читает. Просто понимаешь, там есть некоторые вещи, которые не озвучены. И будет очень странно, если иногда они говорят и озвучено, а иногда говорят и не озвучено. И при всём... И как бы... Мы в России-то привыкли, когда в Аладарске одну из пяти фраз только переводит, а остальное пускай оно там, типа, мямлит на фоне. Мне кажется, что когда у тебя, в принципе, нету голоса сзади, закодряк работать не будет. Единственное, можно просто поставить туда, не знаю, например, заставить каких-нибудь поляков озвучить, неважно что в этот момент, и английский сверху, и тогда это будет работать. Ну, типа, неважно, просто... Эти самые... Язык, который знает ограниченное, ну, не так распространенное большое количество людей. И поэтому японский можешь туда воткнуть на фон, и сверху просто русский закодряк. Тогда работать будет. Тогда нету, в принципе, оригинального звука, мне кажется, работать не будет. Вот. Неважно. Просто из-за этого, очевидно, хронометраж растягивается, и поэтому фильм идет, блин, почти пять часов, хотя... Я думаю, там событий много, но не на пять часов. Карточки, конечно, жирают, при этом есть карточки, которые повторяются. И это я вообще не понял, что за прием. Минут сорок, наверное, в фильме можно вырезать свободно, если вырезать все карточки, положить звук. Но даже так, там, вот, мы, по сути, смотрели сериал. Типа там, вот, то, что называется актами в этом фильме, их сколько всего, господи, шесть во втором? 12 по 20 минут коротких серий, в которых в рамках общего сюжета есть маленькие подсюжетики. Давайте в двух словах я вам скажу, чтобы он был вообще хотя бы. У нас есть доктор Мабузе, первые две карточки, которые нам представляются как гениальный аферист сначала, потом выясняется, что он еще и гениальный карточный игрок Шулер, потом выясняется, что он еще и доктор психологии, потом выясняется, что он еще и, там, я не знаю, доктор зло, Мариарти и все остальное, и у него своя преступная сеть, и, то есть, сначала он выглядит просто как какой-то, такой типа афериста, который обаятельный, но потом где-то в середине начинает понимать, что он вообще-то козел, прям, типа он антагонист-антагонист, он злобен-злобен, и он умеет гипнотизировать людей с там взглядом и все остальное, то есть он абсолютно такая мистическое, хтоническое зло, и в середине где-то акту к третьему появляется детектив, который начинает за ним гоняться, и еще девять актов он за ним гоняется в разных ситуациях, сценах, декорациях, и все это как-то, ну, в общую канву там развивается, и при этом канва-то клевая, и там как бы даже штуки есть, наверное, нифига себе, какие неожиданные. Я охерел от некоторых вещей, то есть это как бы 22-й год, естественно, никакой VFX не было, и ничего такого, но когда там начинают, например, проявляться сквозь папку надпись там, типа, торговый договор, который, ну, сквозь кейс там проявляется, когда там начинают призраки приходить, видно, что наложение, ну, типа, нифига себе в то время. А на меня гораздо больше впечатление произвел, как бы, типа такой, как это назвать, культурный код фильма, что ли, когда, во-первых, я дико срофлил с того, что наш главный антагонист, когда мы узнали, что он там гипнотизер, который умеет смотреть на человека и внушать ему что угодно, после этого говорят, я психолог. Я такой, что-что, 22-й год, а ну да, Фрейд еще не умер даже, конечно, то есть психология, очевидно, в массовом сознании была чем-то вот таким вот, типа, суперсилы какие-то непонятные. Ну, я так это считал, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что тогда это не... Слушай, хакеров до сих пор показывают вот это вот, когда там какие-то мультики на экране происходят. Мне показалось, что это наоборот какая-то из серии сейчас это мейнстрим, поэтому давайте вплетем психологию сюда. Да, об этом и говорит, только никто не знает этот мейнстрим, как правильно. Хакинг нормально сумели вот только в, там, мистери-роботе сделать какой-то приближенный к реалистичному. Да, Вот, и я, например, офигел, во-первых, от этого, а во-вторых, от каких-то штук, типа, чувак едет в карете, его везут, он такой, стоп, что, что, карета закрыта, я не могу отсюда выбраться, нам показывают, как открывает, нажимается кнопочка, открывается газ, карета заполняется газом, и я такой, нифига, Бондиана какая поперла. Знаешь, не Бондиана, Фантомас. Я вот именно с вот этим вот скорее готов сравнить доктора Мабузи. Я, к сожалению, своему ни разу не смотрел Фантомаса полностью, но прекрасно знаю, вот этот момент, когда, пф, сдирают вот эти вот лица, и оказывается тот другой, доктор Мабузи, в принципе, делает то же самое. И это тоже преступник, за которым гоняется детектив, и постоянно попадает в просаг. Единственное, что в конце доктора Мабузи поймали, а Фантомас, по-моему, в итоге не поймали за все фильмы. Бежал, да, да. Здесь ты прав абсолютно, потому что, когда ты идешь гуглить, что же происходит вообще в принципе, оказывается, что доктор Мабузи, это книга 21-го года, которая стала супер, там, хитом, бестселлером, и которую тут же Ланг экранизировал в течение года и выпустил, стадия постпродакшена тогда была, видимо, сильно короче, чем сейчас. Да, да, нарезать, типа и склеить, на бумажке написать текст. Да, и книга, она была как раз там пять референсов приведено, какая-то китайская хрень, которую я не понял, какая-то испанская хрень, которую я не понял, и Фантомас, да, как раз в референсе образа вот этого, типа, абсолютное такое зло. И это, очевидно, достаточно стандартная история типа тех, тех, лет времен. Но смотреть это говно невозможно, ну зачем просто, вот читаешь в Википедии, интересно, но я не понимаю, на что там смотреть? Смотри, я, для меня немножечко, доктор Мабузи, я не знаю, как правильно он там говорит, Мабузи или Мабузе, извините, нет правильного произношения, потому что фильм без звука, но для меня это было первым нибудь кином, которое я посмотрел, в принципе, я до этого не интересовался там ни Чаплином, ни Бастером Китоном, ни чем, вот этим таким, и, как я себе всегда представлял того же Чаплина, это набор гэгов, которые, ну, безусловно там какого-то единого сюжета, то есть сюжет только ради гэгов идет, и в этом плане доктор Мабузи мне поразил немножко, что, ну, типа здесь сдельная прям полностью история есть, которая развивается, в которой там есть какие-то, какие-то биты, какая-то динамика, иногда там даже, блин, ну, не знаю, движуха, то есть, знаешь, после того, как ты посмотришь фотоувеличение, в котором полтора часа ничего не происходит, можно так сказать, да, и потом внезапно первые 20 минут доктора Мабузи, где внезапно там что-то поезд едет, кому-то там в морду дают, сука, восход солнца, 1927, опять, можно подговорить, слушай, восход солнца, может, может, он хотя бы там 10 минут идет, нет, ну, спасибо за твои деньги, которые ты мне дал, ну, опять, вот это говно, 27-й год, да ну, усрак у всех, ну, это не кино, я кинолог, а не археолог, что это за... вот, так, секундочку, там надо человеку уже теперь окончательно забанить, да, Васян, ты шуршишь там или... нет, я не шуршу, вроде, может, если я вот тут задеваю штуку, ты... вот это оно? да, да, ну, ладно, я, видимо, случайно задеваю штуку, выкину я подальше, я просто думал, она довольно тихая, вот, нет, слышно, вот, что я там, да, то есть там какая-то движуха, там какой-то поезд едет, кто-то кому-то в морду дает, там, выпрыгивают на ходу из ведущего поезда, падает в машину, там, показывают биржу, показывают, как там все падает, цена на акции, как там это все, всем этим манипулируют, такой, блин, за 20 минут, неплохое такое вступление, вообще, движевое, интересное, пускай, да, с поправкой на время. Да, но эта первая глава может быть просто уничтожена, потому что она, в принципе, не нужна. Это да. То есть нам показывают, что доктор Мапуза, как бы, манипулятор рынками, но фильм называется «Игрок», и вообще-то весь фильм про то, что он карточный шулер двигается по ночным клубам и выигрывает там карты у всех. очень, блин, странный чувак, который зарабатывает на фондовой бирже, а он заработал, как минимум, x10 за один день с помощью своих манипуляций, ходит и обыгрывает кого-то в карты, вы че? Но тем не менее, вот первая часть отрезать, вообще, ничего не изменится. Да, 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 это действительно такое есть, и, но, тем не менее, первая часть дает нам понять, что он, ну, скажем так, какой-то вот действительно манипулятор, какой-то вот нечистый на руку человек, что у него есть какая-то банда, которая работает вместе с ним, что он умеет маскироваться, там, очень хорошо, что его никто не узнает, то есть он дает такие небольшие черты его личности, которые в дальнейшем будут использованы в фильме. Ну, а так, да, так, конечно, вообще никак не связано со всем происходящим, просто, ну, такой отдельный, знаешь, как начинается какой-нибудь фильм про ограбление, где нам сперва покажут какое-то маленькое ограбление, в котором участвует банда, чисто такое вступительное, а потом вот полноценное сюжетное. Вот здесь, по идее, наоборот, биржевая махинация намного... Ну, вообще, да, да, там, выиграть у кого-то. Покер? Вот. Но, меня просто немножко ввело это в ступор, я думал, что действительно это будут какие-то отдельные истории, но нет, дальше фильм переходит к аферам покерным, и оно все выливается в цельную историю с детективом, которая заканчивается уже на финальных титрах. И действительно, первое, вообще, она непонятно зачем, непонятно как, непонятно на что повлияло, и повлияло ли вообще на что-то. А как представление героя, да нам и в покере его неплохо показали, и вообще все эти его переодевания, внушения и прочее работают и без этой сцены. Реально, я не понял, к чему она была, но... Это, чтобы показать масштаб его злодейского гения, наверное. Ну, может быть, но он там в конце это уже и говорит, что да я вообще весь Берлин под себя подо мну, я главный, бла-бла-бла. И этого тоже, в принципе, вполне хватает, чтобы понять размах амбиций человека. Ну, это в конце. Там уже... А так... Добраться до конца. Как будто это не происходит через 4,5 часа вот этого просмотра. Короче, сперва он встречается с каким-то сыном известного политика, по-моему. Он его охмуряет своим телекинезом, назовем. Вот. И выигрывает в покер полностью. Потом к нему подсаживают женщину, которую, кстати, зачем? Погоди, стоп. Я просто уточню, до какого момента ты хочешь пересказывать, потому что если ты реально хочешь пересказывать этот сериал, то это как Брэкенбэт 6 сезонов пересказать, реально. типа, открываешь, я не знаю. Действие 4. Фон Венг осматривает дом графа выясняет, что графиня так и не появлялась дома. Дворецкий говорит, что он отвечал всем. Перед отъездом за границей Мабуза представляет графиня свою команду. Она говорит, что хочет уйти к мужу, пытается вырваться, но подручные Мабуза ее не пускают. Мабуза сообщает, что муж мертв. Фон Венг решает лично проговорить с Мабузой. Он приходит к нему домой, но Шперри, вернувшись в рабочий кабинет, Фон Венг обнаруживает. Фон Венг сообщает. Фон Венг уходит туда. После ухода Фон Венг делает вот это, Мабуза вот это. Банда Мабуза готовит план покушения на Фон Венг, а сам главарь готовит очередную маску. Фон Венг проходит инструктор краш полиции. И это, сука, минут 15 фильма, наверное. Мне кажется, это не пересказ сюжета. Это чисто сценарий, по которому снимали. Да, даже не пересказ, ну и да, снято. Мне кажется, в духе 22-го года, не то чтобы я был экспертом, но это когда у тебя есть один кадр, камера статичная стоит, вот ее поставили все, и не трогайте, не дышите. Плевать, что могли горизонт завалить, например, на фондовой бирже. Там прям видно вроде бы ровное здание, все красиво внутри, но все равно завален горизонт. Похер, и так сойдет. Какие-то на некоторых кадрах есть какие-то как прутики какие-то, я даже не знаю, это брак пленки или что это. Это, кстати, забавно, фотоувеличение был какой-то кадр, нитка прицепилась. Да, я тоже обратил внимание, тоже была такая хрень. И к чему я вел-то? А, ну да, единственный момент и да, с монтажом вот есть, когда тебе там папочку подсвечивают, некоторые вот наложения, но больше всего меня порадовало, как здесь подсвечивают важные предметы. Тебе просто кадр такой, хоп, вкругляшок какой-то важный предмет берет, все остальное черное, потом хоп, назад. Я такой, о, прикольно, вот это решение. При этом здесь есть шоты крупного плана на лица. Ну, то есть, Мабузи, вот честно, афиши у нас, вот такие кадры здесь есть. Но в большинстве своем это очень широкий план, где что-то происходит, это реально театральная постановка. И вот тебе время от времени зачитывают, что же там происходит, когда персонажи разговаривают. Сложно такое смотреть, в 2019 году, почти сто лет спустя, премьеру. Но мне кажется, в 22, когда у тебя в целом фильмов было один в год, сколько их там было, четыре с половиной часа посидеть, ну, в кинотеатре, наверняка с антрактами, когда у тебя кто-то на рояле рядом. Ну, там вообще, наверное, оркестровый оркестр должен был быть. Мне кажется, пленку просто крутили, причем, наверное, вручную. А кто-то рядом играл на пианино, иногда там скрипка включалась. Вот, ты знаешь, я себя чувствовал, наверное, примерно так же, как тот чувак, который пленку крутил четыре с половиной часа, вот так вот стоял. Тоже физическое изнеможение, усталость и отчаяние. Примерно вот это. Зато, смотри, никто не будет жаловаться, что кто-то жрет попкорн громко или разговаривает в зале, потому что, ну, типа, какая разница, там, наверное, вообще полный ахт натворился. Вот, а так, я вот, кстати, немножечко по поводу того, что это театральная постановка, я не знаю, какие театральные постановки были в 22-м году, и вот это вот желание донести там эмоцию до дальних рядов, как оно там тогда работало, но вот здесь, конечно, кинематограф, он тут довольно молодой, и некоторые эмоциональные сцены сейчас, конечно, не работают ни разу, то есть, когда, например, ловят вот эту вот сообщницу Мабузи и к ней подсаживают эту самую графиню, чтобы она у нее выяснила, на кого она работает, и вот ее только подсадили, она говорит, а на кого ты работаешь? И ей отвечает сообщница, что, да я этого человека люблю всей душой и никогда его не выдам, потому что, вот он мой любимый, и нам показывают, что графиня плачет, я такой, вот это эмоциональный диалог, вот это она тебя пробрала вот этой фразой одной просто, и там выходит и говорит, я не буду вам помогать, потому что это настоящая любовь, настоящее чувство, которое я никогда раньше не видела, я такой, ну, да, я такого действительно никогда раньше не видел, чтобы за две фразы внезапно ее настолько проняло, что там прям слезы так показывают, активно из ее глаз льются, и вот во многом тут вот как раз таки сцена, она вот доносит чисто до тебя информацию, вот буквально перечитать сценарий действительно будет работать, потому что по факту вот в этой сцене нам по идее сейчас бы в фильме сделали бы какой-нибудь действительно такой очень, очень трогающий за душу диалог такой, чтобы прям монолог, точнее, чтобы вот зритель плакал действительно и понимал, почему она ее так любит, но там надо было просто донести, случилось вот это, мы тебе написали, видишь, как она отреагировала, реагируй так же, теперь ты понял, Storybit, идем дальше, и вот так вот в принципе в течение всего фильма происходит, надо кого-то убить, убиваем, идем дальше, все, ты узнал, что его убили, какая разница, какая там на это сделана реакция, мне очень понравилось, серьезно, то есть вот это все четко, понятно, да, недоигрывают, да, все такое, но история классная, как он выманил чувака-то, чтобы его застрелить из полицейской повозки, поднял там всех, они бучу устроили, о, давайте нам этого чувака, они такие, не, у нас другой, вот смотрите, его бак застрелил, классно, многоходовочки, что-то происходит все время там в погоне, ну, круто же, не надо там что-то всматриваться, тяжелая кинематография, там, нет, все, вот реально, торжество фабулы. Лишнего ничего не скажут, цветом тебе ничего не передадут, да, вот это все. Все понятно, для таких тупых, как я, поэтому, да, мне зашло, но только долго. Да, забавно получается, что Мабуза, он в очень большом контрасте с другими черно-белыми фильмами, например, там, с тем же Чаплином, да, потому что Чаплин, это как раз визуал, это как раз трюки, это как раз, как бы, у нас есть возможность снять что-то на камеру, давайте снимем на камеру что-то очень крутое, что-то максимально крутое будем снимать, а Мабуза, он такой, типа, есть сюжет, давай попробуем снять, мы полностью про сюжет, детективный, закрученный, лихой боевик, вот, и насколько Чаплин сейчас смотрибелен, он смотрибелен, он, правда, прикольно смотрит. мистер Бин до сих пор выходит, наверное, ну или там выходил до недавнего времени, там плюс-минус тот же Чаплин, только менее трюкаческий. Да, 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 вот, но Чаплина как бы можно смотреть, прикольно сейчас, во всяком случае, мне, я про себя говорю, конечно, вот эту вот, ну, кошмар, просто, вот прям, ааа, убийство времени, непонятно на что. Ну, его говорю, его надо перемонтировать, причем, в любопытных фактах прочитал, что есть монтаж от советский, советский монтаж, Soviet Editors Recate от Эйзенштейна, и я так понимаю, что там-то все нормально, он один, короткий, я бы не смотрел, но там должно быть все более смотрибельно. И если вот вырезать эти карточки и сделать просто чуть-чуть осовременнее, то отличный шпионский, ну, не шпионский, такой аферистский боевичок. Ну, в этом смысле, да, Кат советский, он, как его правильно сказать, он, во-первых, политизирован сильнее за счет того, что... Там черно-красный фильм. А во-вторых, ну да, типа просто короче, из него там вырезали многие вещи. На счет... Ждем современный ремейк, на самом деле, в 2013 году вышел какой-то доктор Мабузи, видимо, переснято, да не снято, и вообще, докторов Мабузи, я посмотрел, там 15 фильмов, почти как у Бондианы, блин, там что-то возвращение доктора Мабузи, завещание доктора Мабузи, доктор Мабузи и вот это все, гражданская война докторов Мабузи и вот это. Да, это есть, это есть, причем... Суха! Последняя фантазия 2001. Эх, посмотрел к стриму 21 мост, так как Дима неделю назад хвалил фильм и сам говорил, что сходит, а в итоге взял и не пошел. Вот так и готовься к стриму. Понял, Димон. Как я мог хвалить фильм, который не смотрел? Я говорил, что мне интересно и что это должен быть клевый боевичок. Ну, когда не нашел времени. Зачем ты готовишься к тому? Ты домашнее задание готовишь. Да, слишком у нас домашнее задание. Куда ходить-то? Я уделю, что мы на войну токов, блин, сумели вырваться. Ну да, я согласен, нахренеть не встать смотреть этот Мабузи. Да, Мабузи, да, их 17-4 и чтоб вы понимали как бы контекст, Мабузи, они умирают в ходе этих частей и заменяются другими Мабузями. И это происходит настолько типа регулярно, что как минимум одна итерация напрямую как бы говорила, что Мабузи это вообще дух зла, который кочует между разными людьми, поэтому это одни и те же обилки, которые в разных телах как бы проявляются. А вон нам пишут это доктор кто. Ну да, да, доктор кто против доктора Мабузи это мог бы быть прекрасный фильм. Да, наверное, есть какой-нибудь эпизод. Кроссовер века. Старый там какой-нибудь потерянный эпизод. Кроссовер кека. Да. Ой, ну и че, ну как бы смотрите, здесь нет спецэффектов. А смотри, мы перечислили все, в конце есть призраки, есть просвечивающая карточка и все. Здесь нету каких-то шокирующих невероятных вещей. Это может быть интересно из серии, но это интересно смотреть реально как Бондиана там. У нас есть секретное казино, но если придут копы, то у нас две с половиной минуты опускается потолок, и у нас уже смотрите, оп, не казино, а шлюшарня, там голая женщина танцует посредине, оп, мы не казино, потом потолок поднимается. И наверное, в 22-м году все такие, ой, нифига. Но даже как какой-то пиротехнический эффект это не работает. спецэффект, конечно, я хотел сказать. Вот, и типа да, в этом фильме есть фабула и все, и газ в машине. А еще там очень много кадров вот таких вот. Кто не понял? Да, я показал, как в основном там крупники показаны доктора Мабузи. Не, ну там еще в конце, когда он что-то с ума сходить начал. А, да, там ожили вот эти машины. Они, кстати, прикольные. Мне понравился их дизайнчик. Этих роботов. Вот. Да. Но реально, на самом деле, вот фотоувеличение идет полтора часа, мы его обсуждали минут сорок. Доктор Мабузи, это четыре с половиной часа, мы его вот десять-пятнадцать минут и реально, ну как бы, а что еще обсуждать? Ну вот, ну, все. Типа, мини-сериал. Вообще в сериалоге его надо было пихать Доктор Мабузи. Четыре с половиной часа, это, блин, как сезон аниме какого-то. Аниме Доктор Мабузи, интересно, есть ли такое? Я посмотрел бы, кстати. Знаешь, как что это? Я вот Праймал сейчас смотрю к сериалогам, там пять серий по двадцать две минуты. И в первой серии эмоций больше, чем от всего Доктора Мабузи, наверное. Праймал великолепный, все посмотрите, в Патреон напишу просто 10 из 10 и 5 по 22 слов нету вообще. Гениально. Лучше. Офигенно. Как в Мабузи. Напишу в Патреон слов нет вообще. Да-да-да. Ну там, короче, давайте я расскажу. Давай. Вот короче мультик, это мультик Тартаковского автора Самурая Джека, который вышел вот только что, типа в октябре или в ноябре, и он про первобытных людей. Это прям вот мультик без слов про первобытных людей, которые начинаются с того, что рыбу в мясо протыкают копьем, из нее сочится кровь, там кишки она он просто в первой серии тебе два раза в слезы вообще там такая жестяка происходит. Очень крутое, очень эмоциональное, очень клевая рисовка, стильнейшая. Там прям анимация первобытного человека так клево прорисована, там ящерицы орут очень круто, гораздо лучше, чем он. Хорошо. Вот так у Димона нет слов. Да, вот так у нас у всех нет слов, как и в докторе Мабузе. Я, кстати, пошел кое-чу проверить. И вы знаете, что если вы получите 45 дней бесплатной подписки на Кинопоиск, вы сможете посмотреть сериал Первобытный. Во! Пацаны, отвечаю, реально, вот это мощнейший аргумент. Все, кто не смотрел сериал Первобытный, Праймал, обязательно оформите Кинопоисковую подписку и посмотрите там, потому что охерительный сериал, просто вот лучше. И он идет всего, я говорю, 5 по 22, но это фигня. За раз смотрится. Очень круто. Всем советую. Да. Спасибо. Да. Я не знаю, что это просто чуть-чуть. Говном уже, а? Я сейчас про Мабузе, а не про кинологов. Нормальный Мабузе. Ну, он нормальный, если бы он был в сериалах у нас и смотрел бы только ты его. не современный. Он ну, сейчас, да, сейчас такое нельзя смотреть. Знаешь, Гражданин Кейн тоже несовременный. И 12 раздневных мужчин тоже. Тут он слишком несовременный. Скажем так, он заложил основы кинематографа. Но доктор Мабузе бы тоже мог бы заложить, знаешь ли, основу. Мабузе, ну, может и мог, но сделали иначе. Не, на самом деле, я думаю, для своего времени это было круто. Чисто посмотреть в первый раз немое кино мне было норм. Ну, узнать вообще, как это происходило, как это работало. Но, честно, я бы лучше Фантомаса бы посмотрел. Фантомаса херен. Как я его люблю вообще. Вот он прям 10 из 10. Золото. Так что, если кто-то хочет там продвинуть Фантомас, я буду только рад. Можешь дальше все части. Да. Ну что ж. Сериал Первобытный схож с книгой Борьба за огонь. Не, там, короче, и пещерные люди, и динозавры. Это как бы, ну, такое фанфикшн. То есть, он не настоящий. Вот. А пока, да, народ решает, надо ли Фантомаса продвигать или нет. Нет, не Фантомаса 15-го года. Нормально Фантомаса с этим, с Луидой Финессом. О, кстати, офигительная история. Мы ни разу не смотрели ничего с Луидой Финессом, да, кстати, за 5 лет кино. Мой друг. Мой друг Луидой Финесс. Да, Луидой Финесс, ты не помнишь, откуда жандарм был? Ну, тоже Франция. Жандармы. Из Центропе. Из Центропе, да. У меня друг уехал, короче, в Европу, просто отдохнуть. В гостинице, завтракает, там, подсел к чувакам, японец, француз, и... ипоец, француз и русский. И русский спрашивает, француз, ты откуда? Француз говорит, я из Центропе. И русский такой сидит, типа, это чё, жандарм из Центропе? У француза глаза вот такие вот округляются. Он такой, чё? Жандарм из Центропе, Луи Де Финесс, великий актёр, великое кино вообще, обожаем, лучший, типа, просто русская душа. Француз сидит, просто охерел и не понимает, потому что на него это оказало примерно такой же эффект, как я предполагаю, как если бы русскому кто-то сказал, представляешь, приезжаешь ты в Мексику, а тебе такое, по коням криминал! Вот это вот, серьезно! То есть, француз реально, он, у него был абсолютный культурный шок, потому что он даже подумать не мог, что Луи Де Финесс и жандарм, вот это маленькое французское кино, локальная комедия, оно где-то в России крутилось в 90-е, что для нас это культурный феномен, то есть... Ну чё, жандармы были просто охрененными! Да, А я думал, в дубляже чё-то накосячили, и он такой, чего? Какие жандармы? Ты чё, они ж были там в Ницце! Не-не, ну вот просто забавная история, что они даже не знали, короче, что вот так. Да. К слову, улыбок. Отличная история! Иссальянцы не знают Чиполино, прикиньте? Чиполино. Чиполино. Не знают нихрена. Чё? Не знаю. Не знают. Непопулярно у них. Ладно, давайте узнаем, что популярно у наших зрителей, и какие вопросы они хотели нам популярные задать. Вопросы? Чё, есть у нас чё? Я купирую этого страшного мобузи, это народ пугается. Это красиво. Так. По донатам у нас что-то было. Почему у вас в списке хардкор, если выпуск с ним уже был, ещё где-то в 16-м году положить сотку на столик в углу? Нет, у нас не было по хардкору выпуска. Сука! Ого! 1964. Спасибо. Фантомас. 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 Спасибо большое, Дмитриев. Вот это. Вот это приятно. Сука, я никогда не думал, что это что-то эстонское, как будто. Фантомас. Да. Хотя по-эстонски он фантомас, наверное. Иди спроси у соседей, как он будет. Вот, мы обсуждали хардкор в рамках, наверное, того, что вышло в кино, но мы никогда по сценам его не разделяли, ничего у нас не было такого, поэтому хардкор мы с удовольствием посмотрели бы. Был, кстати, вот вопрос, день и ночь это уже задавали, а, ну и всё, все остальные прозвучали. так что то, что у нас спрашивают вопросы. В лиме доктор Мабузи интереснее смотреть, чем ирландцы. Не, ирландец, конечно, лучше, но чё смею. В ирландце всё хорошо и всё прекрасно, а это как раз кинематограф. А доктор Мабузи это не мог быть ирландец своего времени? Это мог быть нео-нуар своего времени, памятуя некоторые наши разговоры на других стримах. Паровозик Фантомас. Паровозик Фантомас это смешно, да? Фантомас Пейнус. Ну чё? Да. Вопрос. Сука. Да е... Ну, кстати, Восход Солнца я посмотрел, я, короче, такой думаю, что это такое? Прогуглил Восход Солнца он мне сказал 8.59 утра я такой нет, пожалуйста, фильм. Да, я тоже бил и мне Восход время показал. Он идёт час 47, поэтому это как минимум не доктор Мабузи и возможно там даже есть озвучка. Хорошо. Так вот, чё у нас? Вопросы. Почему эстеты из чата не могут принять то, что большинство нормальных людей видят в чёрном квадрате не гениальный щедевр, а закатную вариком по шаблону чёрную ебану? Так вот, ты узколобый долбоёб. Ой, это про меня. Ты тупой узколобый долбоёб и не потому, что ты не видишь в чёрном квадрате гениальный щедевр, а потому, что ты считаешь, что ты можешь оскорблять других людей по какому-то признаку. Даже если... Потому, что они сидят на кого-то нервничают. Ты такой, ааа, не будь долбоёбом, не оскорбляй других людей. А если эстетствующие люди оскорбляют того, кто просто видит нарисованный валик, но их не оскорбляет? Да, тогда ты просто балбес. Тогда ты в меньшей степени, но просто балбес, потому, что если тебя оскорбляют... А те, кто оскорбляют, они кто? Те, кто оскорбляют, вот они узколобые долбоёбы. Да. Оскорбляющие люди. Мы детская передача. Очень детская. Потому что они пытаются что-то кому-то навязать. Если себя оскорбляют, то это проблема того, кто тебя оскорбляет и точно не твоя. Чё здесь это? Не будь мудаком, не надо вот так. А чёрный квадрат реально шедевр. Сложный, контекстуальный, для этого надо много знать, но шедевр. Если читали лицензии про фотоувеличение тех лет, то многие цепляются за изображение времени, ибо Антанионе с этого фильма в целом начал олицетворять молодёжь. Даже Эберт и Полин Кейл цепляются эпоху, а в неё мдя. Я не совсем понял вопрос, если честно. Ну чё-то типа и плохо сказал, я не понял. Диалн сказал. Он олицетворяет английскую молодёжь. Типа Антанионе вот правильную репрезентацию задал английской молодёжи. Ну, может быть, вполне охотно верю. Чёрный квадрат шедевр для своего времени. вот начиная, пошла дискуссия. Чёрный квадрат устарел. Покраса лампаса, посмотрите, он лучше всех объяснил у Дудя, что такое Чёрный квадрат. Вообще вопрос остаться не может никак. я хочу сказать, чёрный квадрат устарел. Сейчас банан примотанный скотчем, это новый шедевр. Ты не видел это, что банан прилепленный скотчем продали за 15 тысяч долларов какое-то произведение искусства? Банан, скотч, сейчас я загуглю. Загугли. Я тоже. Нет, он показывает мне костюм мистер банан за 3250 рублей и сироп из банана за 3700. Обычный банан продал два банана приклеенных скотчем к стене после $ за штуку. Вот это бизнес стартап я понимаю. Ладно, что вы будете делать с картинами стоящими в середине конце вашего списка кинобалов? Если бы мы знали, мы бы закрыли кинологов уже. Я правда не понимаю. Типа, кинологи это такое безоткатное производство. Реально, конкурс нужно устраивать. Что делать нам на самом деле? Мы много думали об этом. Если вдруг кто-то из нас уйдет, или там Stop Games хлопнется, или что еще так случится, что-то делать. Нам очень беззонно задавали вопрос, что дети будут досматривать. А если детей не будет ни у кого, что тогда? Вот это, мне кажется, единственный вообще шанс уйти от этого. Да, мы правда не понимаем, что будем делать вот с этим всем, и когда, и как. Типа, мы считали, если закончить прием донатов и ограничить какой-нибудь суммой просмотра, разгребать, то это все равно может затянуться на месяца вообще, поэтому кинологи будут вечно с вами выглядеть. Вернете деньги. Кстати, мне интересно, мы хоть раз там подводили, сколько всего у нас? Нет. Ну и не будем. Не будем. Буду плакать, что столько денег куда-то просрал. Почему бы не заливать кинологов на ту же Яндекс.Музыку в виде подкастов, кадры Зимы уже почти никаких не показывает, а было бы очень удобно. На самом деле я думал про это, но для этого нам нужно будет произвести некоторые реформации, как минимум что-то решить с донатами, потому что подкаст прерывающийся на донаты это странно и неправильно и сложно. Ну или заполняющийся усуками, то есть так не делается просто, поэтому сложно. Будем говорить, что это джингл у нас. Главное, чтобы они по таймингу, так что кидайте донаты по таймингу. Вот сейчас самое время. Что еще вопросы? Не пришло. Ладно. Есть несколько вопросов к фотоувеличению. Почему Бурдуков не говорил, что он актер? Не знаю. Не знаю. Ой, слушай, я в Мабузе увидел молодого Путина и Ефима Шифрина. Молодого Путина я тоже видел, было, Шифрина нет. Ну, Шифрина это тот, который, ну, мне некоторыми ракурсами казался, но меньше, потому что его в целом больше показывают, и ты понимаешь, но нет, это все-таки не он, это который бритвой ты себе покончил потом с собой. А молодой Путин, там всего одна сцена в театре же или где они были. Да, да. Вот, и там реально я такой, что? Окей. Запишите про столик в углу и время дня вопрос нам в чате говорят, запишем, запомним. Я думаю, ты напомнишь просто, когда у нас будет. Ну да, кстати, у нас на следующий эфир это пока в лидерах вор и сапожник, какой-то рекаблдкат и столик в углу. Вот мы и не потеряли. Джуманджи показывают с пятницы, да, я не понял, в чем прикол, но показывают везде, у меня просто времени категорически нет его посмотреть. Так-то я хочу, причем в оригинале, потому что все-таки я люблю актерскую скалу Джонсона, мне кажется, она смешная, Джека Блэка люблю. Первый смотрел, хихикал пару раз, поэтому сойдет под пиво. Из классиков наиболее громких в Европе остался нерассмотрен только Феллини. Давайте, Вася даже знает какой фильм. Да. Если хотите узнать, почему столько стоит современное искусство, посмотрите «Голубоглазый Микки» Ронин. «Голубоглазый Микки»? В смысле, надо сейчас загуглить, или что? Да, у Феллини... Погоди, у Феллини? Да. Нет, я-то знаю... А, да, у Феллини, господи, я думал про кустурицу. Классика перепутывания, да. Вот, я недавно перепутал господи, Марка Стронга и еще этого... И второго. Как его зовут? Непонятно. Нет, который снимался в этом в умолчании Netflix-овском, не Scorsese-овском. Как его зовут? Сейчас я даже... Посмотрим, я... Нет, сейчас... Мне даже на Патреоне написали, что я не того назвал. Сейчас прогрузится, Патреон, Патреон грузится, 300 лет, конечно. Стэнли Тучч. Стэнли Тучч, да. Фильм? Стэнли Туччи и Марк Стронг, они реально капец похожи. Я когда первый раз увидел Стэнли Туччи, я такой тоже, Марк Стронг, а ты что забыл в Голодных играх? Да, да. Вот, а фильм этот, корабль идет, корабль плывет, вот, вот этот фильм. Да. Про блюющего бегемотика на нижней палубе. Да. Вопрос про войну токов. Меня одного раздражала операторская работа? Меня нет. Меня тоже нет. Я не знаю. Конкретику напиши. Я не понял. Он написал, начало фильма нормальная постановка кадра перемешивалась с рыбьим глазом, потом нормальная с мокюментерой, последняя треть нормальная с голландским углом. Еще раздражали надписи рядом с актером. Надписи нет, потому что это как бы исторические вещи, нормальная ситуация. В Ирландце тоже были надписи, никуда от них не деться. А как ты пишешь, нормальная с этим, нормальная с тем, ну, значит, нормальная. Я просто не верю, что там типа нормальная с говном пирога просто когда тебя там, не знаю, переворачивают кадр, изгибают его, красят сиробуром. Да, такого не было. Не могу ничего сказать. Так, и это вроде бы все вопросы. Да, это все вопросы, которые есть в группе кинологов. Спасибо, господа. Да. И я даже не знаю, в каком у нас порядке будет проходить следующий выпуск, когда он будет происходить, поэтому мы давайте просто посмотрим в течение двух недель, какие у нас премьеры ожидаются. И будем подводить итоги. Ну, я так понимаю, Дима пойдет на Джуманджи. Он хочет... Да, я хочу сходить на Джуманджи. Я допускаю вероятность 21 моста, но поскольку есть Джуманджи, у меня есть другой фильм под Кива, который можно смотреть. и здесь я еще и поржу. Но я думаю, так или иначе, мы все обязаны просто будем сходить на новые Звездные войны. Просто чтобы... Да. Или поплеваться... Я люблю, потому что я Абрамса. Что значит чтобы? Хорошо. Посмотреть, сумел ли Джаджа Абрамс снять достойное завершение трилогии. Ты только сейчас посмеялся. Ты... Ты придумал эту шутку? Нет, не я, я ее подслушал. Как раз у тех самых чуваков, которые разносят старые новые трилогии. Это очень смешно. Джаджа Абрамс это великолепно. Спасибо. Да, я в прошлый раз все время его так называл. Мне кажется, Вася раза четыре за прошлый эфир это сказал. Я уж подумал, что шутка не смешная не смешная. Здорово. Мне тоже она понравилась, поэтому я честно своровал. Посмотрим, сумел ли он завершить трилогию или битва коней на космических кораблях стала финальным гвоздем этому всему. Клауса говорят, посмотрите. Я Клаус, у меня пару дней приходили друзья с детьми и вот Клаус им отлично ставишь и они замолкают и смотрят Клауса на Нетфликсе. Отличный мультик. Что это такое? Мультик на Нетфликсе вышел, называется Клаус про Санта Клауса. Вот. Отличный мультик, высокие рейтинги, дети затыкаются и смотрят. Великолепно. Если вам к вам приходят друзья с детьми, включайте им Клауса и все отлично. Я себе включу Клауса. И себе включи, кстати, говорят, хороший очень. Ну, я тоже так смотрел в полглаза и он прям он красиво сделан, хорошо снят. Все такое. Нетфликс иногда умеет уделять. У меня проблема с тем, что единственный, кто выходит на этой неделе, ну, исключая там Джуманджи и, конечно же, Политередкова с Рублевки, он у нас тоже есть, прикинь. То есть, с Рублевки есть? Да, до Эстонии доехал. Новогодний Беспредел 2. Забавно. Вот, короче, у меня проблема с тем, что выходит фильм Озеро диких гусей. Это... Я не знаю, что это, но у него есть номинация на золотую пальмовую ветвь. Я в начале года обещал себе, что я расширяю свой киноопыт и я начинаю смотреть нормальное взрослое кино, а не вот эти вот ваши хихоньки и хахоньки блокбастерные. И вот у меня вот эта вот боль анальная, когда я себе обещал, я должен смотреть хорошее кино, но заставлю или я себя смотреть его, я пока не могу с чем-то. Слушайте, а у нас? у нас премьера будет на следующей неделе фильма Курьер. А у вас она? А что это? А у вас она уже идет? Да. 451 на кинопоиске, тебе оно надо? Вот, да, я тоже так и посмотрел, мне не надо. Там, конечно, есть Гарри Олдман и Ольга Куреленко, но мне кажется, и тот, и другой уже за любую работу берутся. Не, ну просто, мне почему-то показалось, что я вообще ничего об этом фильме не слышал, даже не видел трейлер, и я думал, у вас, может, еще не вышло, если бы у вас не вышло, я бы, наверное, сходил, но я вижу рейтинг, нет, я не пойду. Не надо. Ну, все, да. Кстати, у Север Мусей выходит фильм «Собаки не носят штанов». Что это? Причем, у них очень похожие постеры, хочу сказать, издалека. у собак что-то такая дичь вообще на афише и столько веточек каких-то. Юка Пепа Валькопяя, режиссер. Да, да, режиссер Юка Пепа, это же Юка Пепа Вальки Паи, господи, это же с Юка Пепа какая-то. Вальки АПЯ. А вы, слушайте, мы сидим и рофлем с фамилией Юка Пепа, какое нам фотоувеличение Антониони, вы че докопались вообще? А Юка Пепа что-нибудь снимала? Резонна, Резонна. Юка, она снимала чужой, нифига себе. А, это не тот чужой. Нет, причем, как бы, метаскор 8, АМДБ 7,5 на 400 оценок. Слушай, а скажи, смотри, Юка Пепа, да, а тут вот в главных ролях еще какая-то Пепа, Пепа Странг, это муж, видимо, или, или я не знаю. Я не знаю, но, короче, посмотри трейлер. Юка, это вообще-то мужское имя. А, это и мужское, просто тут женщина на постере, я сейчас сразу с режиссером сассоциировал. Не, я не знаю, но, может, это там и женщина, но Юка вообще вроде мужское имя. Тут фотографии не называются. Называется Собаки не носят штанов. Короче, фильм про БДСМ. Фильм про жесткий какой-то БДСМ, и типа, Собаки не носят штанов, это типа, ты собака, и снимай штаны. Трейлер кислотный, смотреть не хочу. Не, ну это парень, да? А ты до пеки, пепе пастран, это его брат. Ну, финн же наверняка. Да, финн. О, привет, спасибо. Ой, аронин, аронин, аронин вылетает, что ли, на первую строчку? А я не знаю, а ты скажи. Сейчас скажу. Сейчас, погоди. Там что-то много, уже было 13-400. Да, но на вторую, эх, столь, ронин. Столик, это двигает дальше, гугл. Тебя, о, 98-го года, с Де Ниро, я смотрел. Ну, я тоже, когда смотрел. Шестерка, вот стоит на кинопоиске. Вот. Готовься. Злой Кунгуров будет ругать фильм. Не, ну, шестерка, это все. Вдруг пересмотришь, и будет здорово. Может быть, все, может быть. Да, вот видишь, видишь, у него номинация на лучшую экшн-сцена, на премии канала MTV, например. Это же не просто так. Это та премия, где выигрывали «Сумерки» три года подряд? Может быть. Это та премия? Не знаю. Я не проверял особо. Вот. И что, получается, нам надо заканчивать? Подводить итог? Да пора бы. И мы даже не дадим столику в углу отыграться? Блин, он начинает... Ну, смотри, это ход был у человека. Я считаю, что он стратегически поступил, поэтому давай... Он же он ждал, пока разговор про Юку Пепу исчерпает себя, и оно залезет. Он знал, когда мы закончили. Ну ладно, что ли? столик в углу, это как бы сериал, вообще-то. Но это маленький, поэтому он у нас в кино. И что? Вор и сапожник и ронин. Я считаю, что человек стратегически поступил. Вор, сапожник и ронин. Звучит как начало басни. Ну что, в таком случае, раз стратегически поступил, мы тоже поступим стратегически. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ну что, у нас вор, сапожник и ронин. Теперь это у меня одно название. Что получается? Когда у нас следующий эфир, мы пока точно не знаем. Точно еще один будет в этом году, потому что, ну куда мы от вас денемся? предновогодний. Ну, возможно, это будут в диалоге 29-го числа. Да, 29-го, что вся две недели. Да. Поэтому все подробности у нас в паблике, вконтакте, кино, нижнее подчеркивание, логи, все такое прочее. Не забываем подписываться на наш патреон, там недавно вышел спешл, посвященный Дель Торо. Ну вот, чему конкретно вы узнаете, когда подпишетесь. Плюс мы там много всего интересного стараемся запихивать. кто там что где посмотрит, кто куда сходит и так далее. Вот. Не посмотрите Праймал на кинопоиск за 45 дней. Это обязательно. 45 дней бесплатно кинопоиска по нашему промокоду. Заходите, смотрите Праймал бесплатно вообще, если в первый раз. Вот. И если вы из России, столько ограничений. Вот. Да, вроде все. Да, вроде все. Показать, что были с нами. Да, спасибо, что были с нами. Спасибо за то, что продвигали свои фильмы. Спасибо за то, что слушали нас про фанов фотоувеличений и не понимающих красоты и немого кино. Но уж такие мы есть. Но угорающих с Юка Пеки. Да, Юка Пеки наш топ-1 режиссер всех времен народа. Спасибо большое, ребята. Что мы слышали? Про Юку Пеппу, кстати, вы слышали? Американские дети из-за свинки Пеппы разговаривают с британским акцентом. Бабавно. Какой угар. Все, можно заканчивать. Да, можно заканчивать. Спасибо большое, вы крутые, мы тоже. Всем спасибо, всем пока. Увидимся. Кинологии.